Добрый вечер, здравствуйте! Добро пожаловать на программу разбора кейсов. У нас сегодня нулевое занятие, а именно занятие в структуре в новой программе разбора кейсов, но оно сделано такое общее, что ли, потому что есть люди, которым интересно понять, что это такое, которым интересно поучаствовать в творческом процессе разбора невротических случаев. Сейчас мы дождемся оставшихся членов группы, я покажу, как настраивать, если нужно что-то. У кого нет видео, нет звука, надо будет перезайти. Я не могу, к сожалению, отвечать за ваше устройство и за ваш интернет, и мне задавать вопросы бессмысленно, потому что я не являюсь специалистом в области IT-технологии. Что у вас с интернетом и что у вас с устройством, я в многих случаях просто не знаю. Да, соответственно, мы с вами сегодня будем заниматься по стандартной программе разбора кейсов. Многие люди еще до нас доходят, они будут присоединяться, я думаю, в ближайшие минут 15. И, соответственно, мы начнем. Вы получите копию, соответственно, сегодняшнего занятия и будете ее смотреть, если вам это нужно. Значит, первое. Кто у нас зарегистрировано 110, что ли, участников на программу разбора кейсов, это те ребята, кто уже оплатили свое участие, те, кто его подтвердили, и я их жду завтра. Все остальные участники сегодняшнего мероприятия завтра не ожидаются. Завтра ожидаются только те, кто уже заранее оплатил, соответственно, урок. Но сегодняшняя такая бесплатная демонстрация, она сделана для тех, кто еще думает, для тех, кто не может понять, что такое разбора кейсов, хотя я недавно выкладывал фрагмент небольшой, да. Я сегодня буду разбирать четыре случая, покажу, как это технически происходит, потому что очень многие люди не знают, как это технически происходит. Я так понимаю, что у нас много зрителей и клиентов, которые не очень осведомлены в сфере технологий, да. Соответственно, многим непонятно. Поэтому давайте я начну. Спасибо большое, тоже рад вас всех видеть. Поэтому давайте я начну, наверное, с небольшого объяснения, чтобы вы просто не задавали потом одни и те же вопросы по поводу кейсов и по поводу сезонов. Я знаю, что здесь присутствуют участники разных сезонов. В основном это последние сезоны. Это девятый, восьмой, может быть, седьмой, шестой. Что такое сезон и что такое программа кейсов, на которую вы попали. Значит, программа сезон – это онлайн-программа, такая же, как сейчас, да, вы видите меня вживую. И я веду все занятия. У меня нет наемных сотрудников, которые читают по листочку вам тему панических атак, ВСД, агорафобии. Все занятия веду полностью я, от и до. Это первое. Второе. Сезон – это программа, рассчитанная людей с невротическими расстройствами, для того, чтобы обучить их эмоциональному управлению, для того, чтобы обучить их той помогающей философии и помочь им разобраться, что же с ними происходит, что надо делать, какие сферы, как применять рациональное мышление в тех или иных сферах. В общем, наконец-то встать на рельсы того, что является истинной терапией невротических расстройств. Неважно, как они проявляются, вегетативные, тревожные проявления могут быть разные. После программы сезоны начинается программа кейси. Вот она, у нас благороданная программа началась. Что такое кейси? Чем мы сегодня будем с вами заниматься? Кейси, в отличие от сезонов, не имеет большой лекционной части, хотя она присутствует, так или иначе, в обсуждении с клиентом, но она больше про вас, что ли, да? Она больше про частные случаи, она больше про случаи, которые являются достаточно частными в происхождении невротических расстройств, где я разбираю по 30-25 минут, ну, скорее, по 30 участников, и вы будете слышать, вы увидите, как я выстраиваю сессию. Эта же программа кейса подходит для начинающих и практикующих специалистов, которым интересно, как я веду сам процесс консультирования. Моя задача быть максимально полезным, максимально эффективным для своей аудитории, поэтому предлагаю вам внимательно слушать и предлагаю вам следующее. Значит, первое. Если даже я не выберу вашу жалобу и вас сегодня, да, во-первых, у вас еще будет впереди 8 кейсов, если вы, конечно, на них пойдете. За 8 кейсов мы разберем примерно 40 случаев, и они так или иначе будут с вами очень близки, и вы услышите свои ошибки. Во-вторых, я планирую, я вам хочу у вас попросить, чтобы, когда я буду разбирать какого-то клиента, вы не писали активно в чате, чтобы просто не сбивать ни меня, не отвлекаться. Предлагаю вам внимательно слушать, потому что вы здесь не потому что вы хотите просто провести время, а потому что вам это должно быть максимально эффективно и максимально полезно. Для этого вам необходимо быть очень внимательным, сосредоточенным и прислушиваться к себе, насколько у вас откликается то, о чем я буду говорить с каждым клиентом сегодня на занятии. Вот это понятно? Хорошо. Супер. Значит, идем дальше. Что еще могу вам сказать? Если вы в течение сегодняшнего занятия вдруг захотите продолжить завтра, а с теми ребятами, кто оплатил наше участие, мы завтра продолжаем и начинаем первый урок, вы можете сделать следующее. Я прочитал ваши пожелания и решил предоставить вам такую очень интересную и полезную, на мой взгляд, историю. Если вы хотите поучаствовать в кейсах, но у вас есть какие-то вопросы с финансами, то я предлагаю вам 4 занятия кейсов за 2000 рублей. У нас есть 4 за 2000 и 8 за 4 соответствующие. Если вы хотите поучаствовать с завтрашнего дня еще в 4 таких программах, то, пожалуйста, на сайте Безневроза.тв на главной странице вы сможете найти кнопку, которая вам поможет зарегистрироваться, оплатить занятия. Можно использовать карты, Сбербанк, PayPal, как угодно. И завтра мои менеджеры вам помогут, вас внесут в список, и завтра вечером мы начнем уже первое занятие именно кейсов. Ну а сегодня мы начинаем. Давайте не будем терять время. У нас, в принципе, еще есть минуты 3. Все ли подошли? Я вижу, что еще не все подошли, кто хотел. Я принял заявки в Skype. Да, по поводу Skype. Значит, кейс разбирается посредством Skype. Все, кто будут участвовать в завтрашнего занятия в кейсах, кто не добавился в Skype, добавляйтесь. Только, ну, наверное, уже не сейчас, можно завтра. Потому что, когда я выберу героя какого-нибудь, да, я попрошу его позвонить мне в Skype. Его не будет видно, его будет только слышно. Понятно, да? Соответственно, это полностью анонимно. Мы не знаем, какой город, вы можете придумать любое имя. Мы слышим только собеседника. Ну, меня вы видите соответствующе и слышите тоже. Поэтому, поэтому все очень защищено в этом смысле. Да, сейчас, одну секундочку. Я тут помогу людям. Буквально дайте мне одну минутку. Хорошо. Пока возьмите ручки, бумажки, блокноты. Кто особенно, ребят, завтра на кейсе идет, пожалуйста, запаситесь блокнотами. Это очень важно. Да, потому что мы будем очень много обсуждать. И я бы хотел, чтобы вы записывали то, что мы будем обсуждать. Потому что хочется, чтобы у вас это оставалось подольше, что ли, в голове. Сейчас я помогу. Тут людям не очень понятно, что надо делать. Да, и как. Так. Одну секундочку. Дайте мне пару минут, пожалуйста. У людей тут есть некоторые вопросы. Окей. Текст. Все. Будем дальше. Текст. Тин-тин-тин-тин-тин-тин. Я надеюсь, что вы посмотрели сегодняшнее видео. Кто успел посмотреть видео на канале Невроза Мегаполиса последнее по поводу предназначения. Надеюсь, оно вам было близко. Мы об этом будем очень много говорить. Хочу также вам напомнить, что у нас впереди программа 10 сезон. Я рекомендую очень обратить на нее пристальное внимание, потому, что оно будет именно в том ключе, в котором снято крайнее видео на канале Невроза Мегаполиса. То есть, оно будет именно в том ключе, в котором я сегодня снимал, соответственно. Да? Если вам это близко. То есть, оно будет очень много про причины, про то, что надо делать, про то, где взять мотивацию, силы. Я вам искренне рекомендую не пропустить 10 сезон, потому что 11 сезон будет только осенью. И я вам предлагаю начать лето с 5-недельного этого сезона нашего, потому что ждать до осени, до октября месяца и все лето промучиться и протянуть. Но я не знаю, мне как бы было бы жалко. Нет-нет-нет, я не уставший, я просто сосредоточенный, потому что мне приходится смотреть туда и туда, и туда, и я просто собираюсь с мыслями, чтобы начать программу. Ребят, это не сумма 20, 30, 50 тысяч рублей. Это вопрос 3-4 тысяч рублей. Я не думаю, что это та сумма, на которую надо брать кредит, на которую надо оформлять расписку. 4 тысячи рублей, да, или 3 тысячи рублей. Вот сейчас 10 сезон стоит 4 тысячи рублей, или 4 с половиной, 4 тысячи до 1 июня. Вот до 1 июня он стоит 4 тысячи рублей. Я не думаю, что это такая колоссальная сумма, которую надо, знаете, занимать у родственников по сусекам. Ну, наверное, да, у всех по-разному, да. Поэтому имейте это, пожалуйста, в виду. Обратите пристальное внимание на то, что до 1 июня вы можете поучаствовать в 10 сезоне также онлайн за достойные деньги. Да, на сезоне не будет скайпа, там будет только в конце. Если зарплата 9 тысяч рублей, то, конечно, вам может быть сложно, но я думаю, что всегда человек может при желании решить этот вопрос так или иначе. Это не те деньги, которые, если бы сезон стоил тысяч 50-100, где нужно было какие-то героические принимать финансовые меры. Ну, давайте эту тему закроем. Но 4 тысячи рублей – это не стоимость для обсуждения. Я вот так считаю. Понимаете? Соответственно, скайпа нам не нужно на 10 сезоне. Там будет очень много лекционной части, где вам надо быть очень внимательными и выполнять то, что я буду говорить и думать о том, о чем я буду говорить. Там будут в конце некоторые разборы со скайпом, но это уже мы с вами решим на 10 сезоне. Окей, ну что, про 10 сезон сказал, про предложение сказал. Значит, еще раз, чтобы я потом, я просто могу забыть. Если кто-то захочет продолжить участвовать в кейсах, для вас есть предложение, которое действует до завтрашнего вечера, 2 тысячи рублей за 4 программы разбора кейсов завтра первая. То есть, это 4 занятия. Занимаемся мы вторник и среда. Соответственно, завтра среда будет первая, потом вторник среда, вторник среда. Поэтому решайте сами, иметь или не иметь, как говорится. Поехали! Итак, как выглядит программа разбора кейсов? Никто сейчас не пишет в чате. Давайте, чтобы было всем максимально полезно и чтобы было всем максимально… Давайте не будем в чате сейчас решать технические вопросы. Я вас очень прошу, человек сможет копию посмотреть, если у него какая-то проблема. Значит, пишем вопрос, когда я скажу следующим образом. Не могу справиться с… и коротко. Не могу справиться с… или не получается… и то. Не надо писать слезную историю о том, как вы страдали и как вы страдаете. Я прекрасно это знаю. Мне нужно сухо, чтобы вы написали. Не могу справиться с… тем-то, тем-то, тем-то. Или не получается проработать… то-то, то-то, то-то. Или никак не могу найти в себе согласие с тем-то, с тем-то, с тем-то. Вот на 10 сезоне, ребята, мы будем учиться договариваться с собой. Понятно? Договариваться с собой. Что такое договариваться с собой? Договариваться с собой – это тот процесс, который запускает вас невротические реакции. Подождите, пока не надо писать, пожалуйста. И именно 10 сезон будет помогать вам изучать глубоко философию когнитивного подхода. А вот эта программа разбора кейсов, она уже очень подходит для тех, кто хочет вникнуть в саму суть психотерапии. Я вот буду скоро выкладывать видео по поводу панических атак. Кому интересно, коротко, значит, просто жарковато что-то. Я достаточно активно обычно работаю, поэтому мне требуется побольше кислорода. Смотрите, значит, по поводу панических атак агорафобии. Если вы новичок, и вы испытываете панические атаки агорафобии, вегетососудистую дистонию и страх, если вы приобретаете программу «Десятый сезон», мы вам в подарок дарим 6-часовые занятия, которые записаны уже заранее в вебинары, где представлены все упражнения для вегетатики, для паники, агорафобии, УКР. Вы их изучаете до начала сезона, и на сезоне мы дорабатываем ошибки и движемся в саму структуру. Понятно? Все вот эти психовегетативные нехватки воздуха, коммун в горло, головокружение, шаткости, дериалы и так далее, вы должны сначала 6 часов будете просмотреть до начала 10 сезона упражнения, информацию, чтобы мы на 10 сезоне с вами, понятно, да, ребят, говорили на одном языке. Поняли, почему я хочу так сделать? Я хочу весь 10 сезон посвятить самой психотерапии. Социофобия там тоже разобрана. Поэтому если вы приобретаете за 4 тысячи рублей 10 сезон, вам в подарок идут еще 6-часовые вебинары. И по социофобии, и по паническим атакам, и по УКР, и по ВСД и так далее. Понятно? Поэтому я хочу, чтобы мы весь 10 сезон с вами говорили именно о том, что с вами случилось и что конкретно, в каких сферах надо менять. Посмотрите на картинку, там все предельно понятно, написано, расписано и так далее. Сборник записей в подарок идет по паническим атакам. Также идет у вас в подарок рациональное мышление и лидерские качества. Обратите внимание на этот подарок, на этот вебинар. Трехчасовой лидерские качества. Он побил все рекорды по обратным связям. Ребята его пересматривают каждую неделю. Имейте это в виду. Вам эти три записи идут бесплатно, тем, кто идет на 10 сезон. То есть вы за 4000 получаете вот эти три записи, плюс еще сам сезон, плюс еще копии на две недели. Короче, пипец. Сделали для вас все, чтобы вы занимались. Пойдете вы на 10 сезон или нет, решать вам. Ну а я жду еще завтра участников разбора кейсов. Поехали. Так, будут вопросы по кейсам, по сезонам. Сейчас, подождите, не торопитесь. Вопросов не будет по кейсам, по сезонам, чтобы я сразу ответил на ваши вопросы, чтобы мы потом просто не отвлекались. У нас почти 500 человек онлайн. Все понятно. Социофобия – это самая простая невротическая конструкция. Она преодолевается достаточно несложно. Если вы заранее оплатили сезон 10-й, но вам не пришли бонусы, потому что они были введены чуть позже, напишите нашим менеджерам на почту «Павел Собачка без невроза Цивили», позвоните по телефону и скажите, что вы оплатили, и Алексей сказал, в общем, вам выслать бонус, только вам надо будет подтвердить вашу оплату, и вам пришлют. По поводу малых групп. Малые группы у нас идут следующим образом. Послушайте, это последняя информация, и мы начнем. Вы приходите на 10-й сезон. Те, кто с 10-го сезона захотят пойти на кейсы 4.0, сразу переходят на небольшие кейсы. А после кейсов начинаются мини-группы. Соответственно, все, кто хотят попасть на мини-группы, без 10-го сезона это сделать невозможно. Без кейсов на мини-группы попасть возможно. Но только с 10-го сезона. Имейте это в виду. Потому что 10-й сезон – это 10 занятий, где я должен вас подготовить, и, возможно, вам мини-группы будут уже не нужны. У меня вон есть люди, которые сидят на мини-группах и говорят, блин, слушай, у меня все, я как бы справилась, ну, клево, что я тут буду делать дальше. Мы решаем этот вопрос, люди уходят в середину мини-группы, потому что они говорят, все, ну, как бы, нечего обсуждать, все хорошо, это я поняла, это я поняла, все окей, все классно. Поэтому я вам предлагаю пройти 10-й сезон, а потом уже думать о мини-группах, возможно, они вам будут не нужны. Поехали. Пишем свои жалобы, начинаем разбор кейсов. Так, давайте начнем с чего-нибудь такого попроще, что ли. Не могу справиться с навязчивыми мыслями. Не могу справиться с напряжением в теле, когда нахожусь рядом с красивыми девушками. Сразу чувствую себя зажатым, естественным. Не знаю, что нужно позволить себе. Вот эта тема, она популярна и у женщин, и у мужчин. Не могу справиться с навязчивыми мыслями. Это не то, где этот парень. Очень раздражительная, хотелось бы спокойнее реагировать на то, что не устраивает. Давайте с этого начнем. С девушки, именно вот с этой темой. Сейчас я вас выделю. Зовут ее Светлана. Светлана, если вы не добавили скайп, добавьтесь, пожалуйста. Вопрос очень раздражительный. Хотелось бы спокойнее реагировать на что-то, что не устраивает. Хорошая формулировка, потому что кто был на сезонах или кто будет на сезонах, мы будем очень много об этом говорить и прорабатывать. Давайте начнем сегодняшнее занятие именно с этого кейса. Я прошу Светлану мне позвонить в скайпе. Очень раздражительная, хотелось бы спокойнее реагировать на что-то, что не устраивает. Светлана, пожалуйста, позвоните мне. И еще мне понравилась тема с парнем, который испытывает зажимы перед девушками. Не пропадай, пожалуйста. Светлана, вам надо в скайпе мне позвонить. Очень раздражительная, хотелось бы спокойнее реагировать на что-то, что не устраивает. Стандартная история для невротических расстройств. И кто-то правильно заметил, что стандартная история для сезона. Но я хочу показать все причинно-следственные связи, как это работает, как это связано с ВСД, с неврозом. И как это вообще происходит. Если, конечно, Светлана сейчас поймет, что надо делать. Светлана, не расстраивайте нас. Мы все в ожидании. Светлана, мы сейчас не сможем долго ждать. А, и надо перенести ноутбук. Понятно. Так, окей, движемся дальше. Светлана, прием. Алло. Светлана. Светлана, прием. Вы меня слышите? Я вас не слышу, если вы Светлана. Понятно. Ребят, очень жаль, что вот так выглядит периодически то, как вы относитесь к технической части вопросов. Да, очень жаль. Так, не могу строить отношения с мужчинами, зажимаясь, чувствую себя некрасивой. Не могу строить отношения. Ну, хватит уже. Сейчас ты заблокирована будешь. Кэр. Боюсь переехать в другой город. Голосую за парня. Отношения вообще не хочется. Так, 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 так. Давайте тогда начнем с того парня. Где он у нас есть? Кэр. Вы будете сейчас с администратором заблокированы. Я вас предупредил, если вы еще раз повторите ваше сообщение. Молодой человек, позвоните мне, пожалуйста, кто писал заявку, что вас зажимает возле девушек. А, нет, стой, подожди, не звони. Непреодолимая эпохондрия. Как мне справиться? Бывает, думаю, постоянно о будущей болезни, либо страх за сердце сейчас. Ну, давайте хотя бы с этого начнем. Улан, молодого человека зовут непреодолимая эпохондрия, да, когда постоянные сомнения за собственное здоровье. Бывает, думаю о будущих болезнях, либо страх за сердце. Ну, достаточно типичная история. Да, давайте. Улан, звоните мне в скайпе, пожалуйста. У вас тоже есть шанс, чтобы я с вами сейчас поработал. Улан. Ребята, как вы очень-очень ответственно подходите к вашей терапии. Сколько совпадений по страхам? Марина, вы совершенно правы. Совпадений будет очень много. Я вам поэтому рекомендую на кейсы прийти, только я бы хотел, чтобы люди, которые участвуют в кейсах и пишут свои вопросы, были готовы, что я попрошу вас позвонить. Вот у нас как минимум уже два человека могли бы, мы могли бы разобрать два интересных кейса, но посмотрите, как безответственно вы сейчас подходите к процессу. Светлана готова позвонить. Спасибо. Светлана, звоните. Давайте. Очень хорошие жалобы у вас в хорошем смысле этого слова. Она многим сейчас поможет. Света, поехали. Но хотя бы видно, что не подстава. Да, а то там кто-то написал, красиков своих приносит на кейсы. Ну вот, видите, какие они свои. Все такие с... Лилия, что вы творите, а? Что вы за люди такие вообще? Светлана, вы будете мне звонить или нет? Что вы здесь устраиваете сейчас? Но вот с такими людьми приходится работать, понимаете? К сожалению. И уже 10 лет. Я понял. Идем дальше. Страх за здоровье. Врачи не могут пойти. Т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т. Давайте я по-другому скажу. Кто хочет обсудить собственное раздражение? Кто раздражается? Давайте я перестроюсь быстренько. Кто хочет обсудить свое раздражение на окружающих людей? Давайте вот так сделаем. Окей, поскольку у нас Света с Аланом нас подводит, какого хера вы сюда приперлись, непонятно. Давайте, кто хочет, соответственно, это разобрать? Я, 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 это понятно. Аллилуйя. Света. Алексей. Ну, наконец-то. Мы вас слышим. Я написала, что я готова позвонить, но я не та Светлана, которая с теми жалобами. Я Светлана, которая со встречи в Москве. И если вы хотите сейчас другой случай разобрать, то я могу перезвонить потом. Перезвоните потом. Да, хорошо. Вы понимаете, да, почему вы болеете неврозами? Как вам вот этот подход? А вы потом удивляетесь, почему у вас вегетососудистая активность. Вот так вы выглядите. Вот так вы и живете. Поняли? Мне кажется, это самый лучший кейс, который сейчас я мог бы для вас сделать. Поняли, да? Поэтому, конечно, здесь очень много работы. Понимаете, да? Вот, к сожалению. Светлана, вы будете нам звонить или нет? У вас последний шанс, которая изначально была выбрана. Вот еще один хороший пример. Страх, что я плохо и медленно сделаю свою работу перед клиентом. Тоже достаточно типичная история в формировании неврозов. Ирина. Ирина, давайте с вас начнем. Страх, что я плохо и медленно сделаю свою работу перед клиентом. Ира, позвоните мне, пожалуйста. Про раздражение мы обсудим обязательно. Просто я хочу с чего-то начать. Чтобы хоть кто-то дал старт, хотя мы уже кейс хороший разобрали. Это ваше поведение. Это ваша ответственность. Это ваше вот... Я, Светлана, с Москвы. Ира, страх, что я плохо и медленно сделаю свою работу перед клиентом. Хорошая жалоба. Алло. Алло. Ирина. Алло, здравствуйте, Алексей. Ирина, я надеюсь, это вы? Да, это я. Это у меня страх, что плохо и медленно сделаю работу перед клиентом. Ну, слава богу, отлично. Мы начали. Да, мы начали. Первый кейс уже был хорош. Так, все, чат успокаивается. Абсолютно замираете все в чате. Да. Все, я отчеркиваю, никто ничего не пишет. Никто ничего в чате не пишет. Ира, спасибо вам большое, что пришли на занятия. Спасибо вам за то, что вы решили поучаствовать. Итак, Ира, давайте на «ты», хорошо? Хорошо. Давай, рассказывай, что тебя беспокоит? Что такое страх перед начальством? Как это выглядит? И перед клиентом, точнее. Можешь своими словами еще раз повторить жалобу? Ну, в общем, у меня правда случается вот в чем. Я мастер-монитюра. Вот, у меня недавно, когда я вышла на работу в студию, до этого я была дома, ну, как бы подружкам делала. Вот, и я не думала, что у меня настолько будет с нашкаливающим гипертиком. Когда приходит ко мне человек, если садится, ну, человек простой, что ли, он там пожилой, и я вижу, что он расположен и в хорошем настроении имеет, то я все чувствую спокойно, у меня все получается, и клиент уходит довольный. Но если я вижу, приходит девушка, какая-то нервная, или там, ну, может, у меня есть, она очень такая представительная, у меня есть звезда, у меня начинается сильная вегетатика в горле, у меня все начинается грудь водиться, я начинаю косячить, медленно делать и, в общем, просто караулить. Естественно, много были моменты, когда у меня даже был вопрос, а почему у вас руки приступили? Вы что, первый раз делаете? В общем, несколько замечаний я получила, и у меня еще больше этот страх постеливается, ведь я не могу никак с этим справиться. Я могу сделать так, что у вас этого не будет больше, только за сегодняшний вечер. Я бы очень рада, Леша. Тогда слушайте меня внимательно, пожалуйста. Спасибо, что все-таки, видите, ничего просто так не случается, и я думаю, что нам с вами хватит 30 минут, чтобы раз на седа с этим закончить, окей? Спасибо. Пока нет, за что потом скажете спасибо. Смотрите, Ира, а вы были на каком-нибудь из сезонов? Ну, год я девятый год. Понятно. И что, вы не поняли что-то? Ну, как бы, я многое понимаю, но не могу полностью. Хорошо. Давайте я сделаю так, как будто я вас, вот, вы никогда не знали ни про что, я сейчас буду с вами работать, как с человеком, который пришел первый раз. Хорошо. Хотя мне, конечно, удивительно некоторые вещи. Значит, Ир, смотрите, когда к вам приходит один клиент, как вы говорите, пожилой или простой, у вас нет вегетатики. Когда к вам приходит так называемая звезда или клиента, которого вы оцениваете определенным образом, у вас есть вегетатика. Значит, берем ручку, пишем. Этот кейс будет очень полезен для большого количества людей. Угу, пишем. Значит, смотрите, ваша вегетатика перед теми или иными клиентами это, прежде всего, эмоциональное состояние. Они симптомы, которые у вас возникают из-за тех или иных клиентов. То есть, на самом деле, когда приходит клиент, вы его оцениваете. И то, как вы оцениваете перспективу, внимание, перспективу, создает у вас эмоциональное состояние. Проще говоря, когда вы оцениваете клиента как безопасного к последствиям, ну, например, если это пожилой и простой клиент, то вы думаете, что если у вас что-то не получится, если у вас будет что-то не идти идеально, он не будет жаловаться, он не будет требовать, он не будет на вас давить, и ошибка не будет вам стоить там каких-то нервов или еще чего-то. У вас это прокручивается в голове очень быстро. И вы считываете клиента по принципу безопасный, небезопасный к последствиям. То есть, когда перед вами простой человек, в хорошем настроении, не очень требовательный, как вам кажется, вы не создаете опасность в перспективе к ошибке или в перспективе, что надо понравиться. Вот и все. Поэтому у вас нет вегетатики. Не потому, что у вас она иногда бывает, иногда нет. Вы считываете клиента как безопасного к последствиям. А когда к вам приходит девушка, которую вы считываете как требовательную, состоятельную, разбирающуюся, капризную, вы автоматически ее интерпретируете как опасную к требовательности, к ошибкам, к последствиям, к каким-то событиям, которые вам могут так или иначе угрожать или быть для вас неудобными. Поэтому это первое, что вы должны все запомнить, что вы считываете клиента. Я был мастером парикмахерского искусства, я работал три года парикмахером. Десятый, одиннадцатый класс, еще два года после школы. Я сам стриг людей. И я знаю, о чем я говорю, как непосредственно мастер, работающий в мужском и женском зале. Так вот, первое, что вы должны запомнить, это то, что вы считываете клиента, а не сами клиенты имеют разные портреты. Понимаете, Ира? Да. Это понятно? Я понимаю, да. Можете мне сейчас своими словами сказать, как вы перспективно считываете и делите людей на два портрета к последствиям? Своими словами, поехали. Ну, первый портрет – это человек, который садится, он как бы расслабленный, вот, он даже начинает со мной разговаривать о чем-то. Это, подожди, это для вас показатели для интерпретации? То есть интерпретация безопасности как выглядит? Что они что не будут? Что они не будут жаловаться. Раз, еще. Что они будут довольны, что они не будут меня торопить, что у меня нет времени, давайте быстрее. Там, в конце концов, она не скажет, что мне больно делать, потому что бывают такие моменты, не только у меня, и даже как-то ему, но бывает такое. То есть вы считываете их как будущее удовлетворенными и без претензий? Да. Заметили, что вы их считываете по каким-то невербальным и вербальным характеристикам? Ну, пожалуй, получается так. Положение тела, мимика, слова, внешний вид. Да. Стиль одежды. Стиль одежды и так далее. То есть вы просто берете и сами сканируете человека, наделяя его безопасной перспективой. Ну, да. Хотя на самом деле та же самая бабушка или та же самая просто одетая девушка может устроить вам скандал, потому что неплохое настроение. Ну, вы знаете, получается, что я с ним угадываю. Вот если я вот, она как только я ее вижу, я сразу понимаю, с этой будут проблемы. А вот тут вы ошиблись. Вы не угадываете. Секрет физиологии в другом. Когда вы считываете клиента как безопасного, вы не напрягаетесь, ваши руки не дрожат, вы расслаблены, и вы делаете вашу работу расслабленно, в кайф и легко. Вы общаетесь легко, вы делаете все твердо и уверенно, ваши движения инструментом уверенные, потому что вы считали изначально пациента, клиента как безопасного. Поэтому они в большинстве случаев и уходят удовлетворенные, потому что вы просто хорошо сделали свою работу на расслабоне. А когда вы изначально считали пациентку, блин, что ж такое, считали клиентку, простите, как опасную, как перспективно угрожающую, вы напряглись. Ваши движения стали неуверенными, ваши движения стали более скованными, ваши движения стали стряской в руках, и гораздо больше шансов, что вы сделаете больно, там, заденете кутикулу, еще что-то. Поэтому вы ошиблись. У вас не интуиция работает. Это всех касается, внимания всем, пожалуйста, хватит отвлекать друг друга в чате, будьте вы людьми уже, наконец-то, товарищи невротики. Что вы тут надо делаете? Вы не думаете, что вы угадываете. Это не интуиция, это ваше хрукотворение. Вы сами чувствуете себя расслабленно, и результат у вас хороший. Отсюда вывод, Ирочка, какой? Чтобы даже, дорога, давайте так, штампом, хорошо, девушка, которая дорого одета, девушка, которая якобы звезда, чтобы она ушла удовлетворенной и без претензий, и как надо работать? Расслабленно, уверенно. Расслабленно, уверенно. Это первое. Пишем. Это первый пульс. Расслабленно и уверенно. Записала? Да. Чтобы быть расслабленной и уверенной перед вашими якобы звездами, что нельзя делать? Как мне говорит администратор, ты ранжируешь свою неуверенность. Нет, она права. Я вам сейчас, у вас спрашиваю, что из нашего диалога... Перестать сканировать. Раз, а еще? Чтобы работать расслабленно и уверенно, что нужно в голове понимать? Ну, перестать интерпретировать. Что? Что интерпретировать? Дальнейшее поведение клиента. А это, какой вопрос вы себе должны проработать в голове, чтобы перестать интерпретировать? Вот сейчас дотрудняюсь ответить. Что может быть самого худшего? А, поняла. Самый худший вариант, ну, это, что клиент устроит скандал, не сделает замечание и в конце концов только уволит. Вот самый худший. Да. После неоднократных жалоб. После неоднократных жалоб. Значит, смотрите, что получается. В вашем мышлительном процессе возникает следующее. Меня не должны уволить. Не должны жаловаться. Да, я должна все делать хорошо. Я должна все делать хорошо. Вот это убеждение вы вообще не трогали в вашей проработке. Вы его просто не трогали. Вообще ни разу. Вы просто протеряли зря время. Потому что рациональный ответ здесь выглядит очень простым и логичным. Было бы здорово, если бы я понравилась всем клиентам, которым делаю маникюр. Но я прекрасно понимаю, что я не могу понравиться и удовлетворить всех клиентов. Конечно, у меня есть ошибка. Я ранжирую клиентов на безопасных и на опасных, потому что я не допускаю самого худшего, что меня уволят и клиент будет недовольным. Если я помнил Алексея Красикова, который долбил мне сколько-то 5 недель, что мной управляет только то, что я не могу допустить, почему я это не прорабатываю? А я это не прорабатываю только лишь потому, что я не могу допустить, что я ошибусь, я не могу допустить, что будет скандал, я не могу допустить, что меня уволят и что я не понравлюсь. Поскольку я так сильно не могу это допустить, я сканирую клиентов на опасных и безопасных. Исходя из этого, когда я интерпретирую клиента как опасного, я уже напрягаюсь, и вероятность совершить ошибку гораздо больше. Чтобы этого избежать, вам необходимо сделать первое. Работать сразу с корня. Что может быть самого худшего? Самое худшее, что я совершу ошибку и с бабушкой, и с дедушкой, и с так одетой клиенткой, и с так одетой клиенткой. Я в целом могу совершить ошибку. Неважно, кто передо мной. Потому что... Второе. Да, гипотетически меня, как и любого мастера маникюра, могут уволить, потому что кто-то будет недоволен и так далее, или я ошибусь несколько раз, это правда. Как я буду к этому относиться? Мне жаль, но я буду искать следующую работу, следующий салон. Это хороший опыт, это хороший учитель для моей будущей профессии. Третье. Я сама создаю себе тряску рук, и сама создаю себе проблему тем, что я так сильно не допускаю, что меня уволят. Только бы не уволили, только бы всем понравится. Отсюда вы используете стратегию, понравится это или не понравится это, и сами напрягаетесь. То есть, если бы вы философски отнеслись к тому, что вас могут уволить, вы можете задеть кутикулу, вам может не понравиться, клиенту может не понравиться, вы бы изначально не напрягались ни перед одним клиентом, а вы бы испытывали просто здоровое рабочее напряжение, как перед бабушкой, так и перед вашей звездой. Вами управляет только то, что вы не можете допустить. А у меня к вам следующий вопрос. Почему вы не можете допустить то, что вас уволят? Я, наверное, не могу это допустить, потому что... Мне будет стыдно перед другим. Нет. Слушайте внимательно. Вам будет стыдно это последствия. Если меня уволят, это означает, что я... Неудачница. Что я пошла не по тому пути, выбрана не по профессии. Запиши это. Запиши это, возьми ручку и запиши. Если меня уволят, пишем. Если меня уволят, это что означает? Ребят, вы туго думы, что ли? Я сказал в чате не писать ничего. Первое, что я неудачница. Первое, я неудачница. Еще. Причем не только в профессии, но и по жизни. Вот. Пишем. Я неудачница, причем не только в профессии, но и по жизни. Второе. Я, видно, выбрала не только профессиональную. Ну, это, наверное, связано с первым, я поняла. Я выбрала не ту профессию, да? Да, да, я пошла не ту профессию. Не ту профессию, потому что меня уволили, да? Ну, потому что я, как сказать, за все время, сколько я уже занимаюсь, мне очень трудно делать все быстро. Я сейчас, очень часто важно, мне сейчас нужны убеждения, на основании которых работают ваши недопущения. Если меня уволят, это доказывает, что я неудачница. Если меня уволят, это доказывает, что я выбрал не ту профессию. Еще что будет, если вас уволят? Что вы будете думать? Если меня уволят, то, наверное, я уже не смогу больше заниматься этим. Я пойму, что он уже все. Не смогу больше начать, да? Да, но начать, точнее, продолжать в этой сфере. Не смогу продолжать в этой сфере, потому что это доказывает, что я не из этой профессии. Не мое, вот так вот, да? Да, не мое. Знаете, я каждый раз, когда у меня все получается, я говорю, наверное, мое. Когда у меня вот все плохо, ну, в плане мационального, соответственно, я начинаю медленно делать. Я, может быть, и не плохо, я очень медленно. У меня начинается эфициализм, я очень сильно начинаю повыряться. В итоге я говорю, нет, наверное, не мое. И вот у меня, Леш, день мое, день не мое. Слушайте меня внимательно, не суетитесь. Я зачитываю ваше убеждение. И смотрите, как выглядит стиль вашего мышления. Я прихожу на работу, и я не допускаю, что меня уволят, и что какой-то клиентке не понравится, потому что это докажет, что эта профессия не моя. Если меня уволят, это докажет, что я неудачница не только в этой профессии, но и по жизни. Если меня уволят, я не смогу больше продолжить эту профессию, потому что это доказывает, что профессия не моя. Именно эти убеждения диктуют вам непринятие перспективы, что вас могут уволить. Именно убеждения диктуют вам это. Поэтому, потому что вы с ними не работаете, то есть есть обоснования, на основании которых стоит ваше убеждение, нежелание, чтобы вас уволили. Затем идет ваша стратегия. Чтобы безопасно работать с клиентами, лучше их просканировать. Единственное, что вам сейчас надо сделать. Объясните мне, на основании какой философии вы верите в то, что если вас уволят, потому что вы совершили ошибку как мастер маникюра, это доказывает, что вы неудачница, и это доказывает, что это не ваша профессия. Ведь по факту это доказывает, что вы просто ошиблись, например. Или по факту это доказывает, что вы слишком хотели понравиться, поэтому ошиблись из-за напряжения. Ну, я считаю, потому что я не совсем новичок, а занимаюсь уже этим несколько лет. Я не должна ошибаться. Вы очень, Ира, вы очень сильно ошибаетесь в этом смысле, потому что вы сами профанируете свою удачу и свое счастье. Сами, как и большинство людей в этой студии сегодня. Вы сейчас говорите так уверенно мне, вы говорите, я много лет этим занимаюсь, и я не должна ошибаться. Я не первый год в этой профессии, и я не должна напрягаться. Как же вы не должны напрягаться и ошибаться, когда вы используете непомогающее убеждение, что если вы ошибетесь, это доказывает, что вы неудачница. Даже если вы 20 лет в этой профессии, вы можете ошибиться по абсолютно разным поводам, это ничего не доказано. Это первое. Второе. Как же вы будете себя чувствовать специалистом, который исповедует философию, что я не должна ошибиться. Ведь тогда вы будете напряжены, а специалисты не напрягаются. Специалисты не напрягаются не потому, что они специалисты, а потому, что они к ошибкам и к последствиям относятся здраво. Если вы подойдете к любому мастеру маникюра, бровей, ресниц, который работает много лет, и зададите вопрос, а что будет, если ты ошибешься, ни один специалист не скажет, что это означает, что это не его профессия, что он неудачник, и это вообще доказывает, что с этим надо закончить, он скажет, что очень жаль, я постараюсь сделать все, чтобы исправить ситуацию, принесу свои извинения, и мне будет очень неудобно. Но это не доказывает ничего, поэтому это вообще не про профессионализм сейчас, Ирина. Это про ваш какой-то заеб в голове, что это типа что-то доказывает, и это вас как раз-таки в профессионала-то и не выводит. Потому что профессионалы к ошибкам, к критике, к требовательным клиентам относятся толерантно. Да, клиентке может не понравиться, да, я могу ошибиться, да, я могу неправильно ее понять, да, она может быть там какой-то очень требовательной. Всякое случается в профессиональном мире, перикмахерского искусства, косметологии и так далее. Но это не доказывает, что я неудачница, и что эта профессия не моя. То есть вы сами профанируете себя, вы сами не даете себе работать спокойно, как профессионал. Понимаете, о чем я говорю? О чем? О том, что я сама тебе врежу. Чем? Тем, что я тебе даю установку, что я должна все... что я не имею права на ошибку. А на чем эта установка держится? На моем убеждении, что с моим опытом я должна все делать безупречно. А почему это убеждение нелогично и неверно? Потому что все имеют права на ошибки. Даже профессионалы. Почему? Потому что мы люди живые. И что еще? Тем равным. И даже если вы ошибетесь, будучи специалистом многолетнего опыта, то что это доказывает? Это доказывает, что каждый человек имеет права на ошибку. У него может быть и самочувствие плохое, настроение, инструмент тупой, в конце концов. Окей, хорошо. Как вы будете действовать, если вы совершите ошибку не потому, что у вас трясутся руки, а потому, что вы просто совершили ошибку? Я себе буду говорить. Хорошо, подожди, подожди, я перефразирую вопрос. Как профессионал относится к совершенным ошибкам? Ну, легко. Получается так. Почему? Потому что он работа и делает без напряжения. Нет. Как профессионал относится к ошибкам? Он допускается. Почему? Почему? Потому что ошибка – это опыт. Еще. Ну, вот я уже сказала, что все не правы на ошибки. Кроме вас. Теперь я. Окей. Теперь давайте своими словами. Еще раз. Клиент заходит в ваш салон. И что начинает происходить у вас в голове? Как старое мышление выглядело? Поехали. Старое мышление выглядело так. Убольно. Она сядет для себя. У нее там наклеены наручные ресницы, суперприческа, она дорого одета. Господи, как бы мне сделать так, чтобы она ушла довольной? Стоп. В чем ошибка? Ошибка в том, что я уже ее оценила по внешнему виду. Нет. Еще даже… Это одна из ошибок. Главная ошибка – как бы сделать так, чтобы она ушла довольной? Ну, что я тебе уже заранее там не установила, что я должна сделать все хорошо. Верно. Как сделать так, чтобы она ушла довольной? Вот в этом тезисе ваша ошибка. Ни один специалист высокого класса не хочет сделать так, чтобы вы ушли довольны на первый план. Это есть, конечно, в основе своей. Но когда специалист высокого уровня вас видит, она говорит, я очень хочу сделать все возможное, чтобы моя клиентка была довольной. Но она может быть недовольной, даже если будет довольной весь салон ее ногтями, она скажет, полное говно. Понимаете? Да. Поэтому специалисты высокого уровня не ставят, только бы она была довольна. Когда человек ставит задачу, только бы она была довольна, это выглядит так. Ага, все нормально? Все хорошо? Ага, а это точно? А может вам это? А может это? Клиент себе говорит, куда я попала, блядь, что за дурдом? Что это такое? Она что, не уверена в себе? Вот как вы себя ведете. Поэтому ошибка в чем? Ошибка в том, что я тебе не даю права на ошибку. Вот ошибка в том, что вы пытаетесь сделать так, чтобы она была довольна. Да. Быть хорошей. И вы что, считаете это нормально? Вы так сейчас улыбаетесь? Нет, я считаю это ненормально. Но я это проработать никак не могу. Ну что мне, не смотреть на лицо, что ли? Я вот как-нибудь себе установку, спокойно, какие мысли у меня должны посещать, когда человек подходит. Может мне вообще не раз смазывать себя? А вы слышали, о чем мы сейчас говорили? Да. А как же вы задаете такой вопрос, если слышали? Я уже рассказываю. Как? Я уже рассказываю. Старый наш обмен. Вы понимаете, в чем проблема? Проблема в том, что сейчас человек, сколько у нас здесь сегодня? 600 почти. Половина из них поняла, о чем я сегодня говорю вам. А знаете, почему вы не понимаете? Вы сами не хотите допустить, что разные клиенты могут быть недовольны, потому что вы сами верите, что это приговор и характеристика. вы никогда не сможете справиться, какой бы психотерапевт когнитивный с вами не работал. Вы сами верите, что если клиент недоволен, это вас характеризует. и я сейчас полчаса распинался, чтобы вам объяснить эти детали, вы говорите, что же мне смотреть на ее лицо? Это говорит мне на 100% о том, что вы не въезжаете в то, что я пытаюсь вам объяснить. Вы не хотите даже задумываться о допущении. Вы говорите, что мне не смотреть на ее лицо? Вы говорите, да, 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 а в конце, что же мне делать, Алексей? Мне что, не смотреть на ее лицо? Нет, я думаю, мы все-таки понимали. Нет, понять-то вы поняли, но вы это в глубине души не абсолютно никак не хотите принимать. Понять вы это поняли на рациональном уровне, но вы не хотите допускать то, что о вас могут подумать плохо, и до тех пор, пока вы сами себе не дадите право на то, что клиент может быть недовольный по разному поводу исключительно в области технологии далеко вы не увидите. Вся когнитивная терапия будет сливаться в унитаз. Вот прямо в унитаз. Потому что все, что вы будете говорить, обсуждать, вы будете говорить, ага, приходить в салон и говорить, ой, 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 ноль эффективности. Только лишь на тому, что вы сами себе будете врагом. Вы будете приходить в салон и говорить, я не должна совершить ошибку, чтобы меня не уволили. А дальше у вас будет работать старая схема. Если такая клиентка, она может устроить скандал, и вы начнете вокруг нее суетиться, только бы этого скандала не было. Если эта клиентка, как вам кажется, не скандальная, вы будете расслаблена, она будет довольна, так ваши клиентки-звезды устраивают скандал, потому что вы ведете себя как непрофессионал. Они ошибаетесь. Они высказывают вам претензию, потому что вы ведете себя как непрофессионал. Профессионалы не суетятся вокруг важных персон. Профессионалы работают с президентами, с политиками, с дипломатами, так же, как обычными людьми. И нету здесь никакой проблемы в принципе. Вообще, на этом они профессионалы, что они работают с людьми, а вы работаете не с людьми. Вы работаете с желанием не совершить ошибку. Профессионалы, вот здесь куча народу, ни один профессионал не будет работать спокойно, если он не хочет совершить ошибку. Никто и никогда, будь то маникюр, будь то продажи, будь то администрирование и так далее. Ваша когнитивная терапия имеет ноль эффективности. Чего бы вы ни говорили, что вы поняли, что вы не являетесь профессионалом, мастером маникюра, потому что профессионализм это не подрезание кутикулы, профессионализм это так, чтобы вам было рационально все равно на то, что клиент может устроить скандал. Если вам будет на это рационально все равно, вы скажете, да, она может устроить скандал по многим поводам. Я буду делать все от меня зависящее, чтобы ей понравиться и сделать свою работу качественно. Но я допускаю, что она может быть недовольна по множеству причин и это не характеризует меня. Потому что если я приведу вам в салон какого-нибудь губернатора вашей области, если это женщина, то вы даже выйти не сможете рядом с ней сесть. Не потому что у нее ногти какие-то золотые, а потому что вы будете очень сильно не хотите ошибиться. А если я приведу девочку начинающую, вообще начинающую, студентку, которая не знает этой женщины, она сделает ей отличный маникюр, очень простой, даже может быть не самый лучший, но она будет чувствовать себя расслабленно более-менее, а вы нет. Только из-за того, как вы относитесь к последствиям. Поняли меня? Я надеюсь, так как же вы себе вредите? Я ваш голос уже слышал неоднократно, что-то вас не заходит. завтра буду работать и начну по-другому. Да хрен вы начнете. Я вас сколько знаю. Я ваш голос узнал сразу. Не понимаю, откуда. Я не знаю. Или мне кажется. Я первый раз так сай получил. Значит, я вас перепутал. Да, я перепутал. Говорит это о том, что я непрофессионал. Нет. Алло. Сейчас. Алло. Да, да. Говорит ли это о том, что я непрофессионал? Конечно, профессионал. Почему это говорит о том, что это не доказывает, что я непрофессионал, если я вас перепутал и ошибся? Потому что ты живой человек. Ты можешь перепутать. И? Что вы там особенного? Так и вы идите в свой салон и перестаньте градировать людей. Просто садитесь перед людьми. Перед людьми, а не перед звездой или пожилой женщиной. и самое главное, это сейчас, прямо мне сейчас дать четкий ответ, что вы будете думать, если вы даже совершите ошибку и клиент будет недоволен. Не важно, кто это, бабушка или артистка. Своими словами. Я буду думать, что если я даже совершу ошибку и клиент будет недоволен, в этом никакой патострофы нет. Почему? Потому что я имею прав на ошибку. Почему? Потому что я не хуже и не лучше остаюсь в этой 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 еще. Потому что это не доказывает, что я не удачна и это не характеризует меня непрофессионалом. Хорошо, давайте допустим, вы сделали неплохо, но она недовольна. Тогда что? Ее недовольство может быть связано не обязательно с моей работой. А с чем? Она могла стать в плохом настроении, поругаться утром с мужем, опять же, приболеть, ребенок нервы припал. В конце концов, она решила просто подпитаться энергии. Хорошо, я вам отдаю одно задание. Вы пойдете дальше на кейсе завтрашнего дня? А я все на 8 кейсов собираю. Вот, тогда мы с вами встретимся через несколько кейсов, вы напишите мне в чате, посмотрим, как вы это задание выполните. До завтра времени у вас не будет, скорее всего, неделю задания. Я вам хочу дать задание, записывайте. я хочу, чтобы вы работали с клиентами и выбирали только тех, кто по вашему старому мнению считался требовательным. То есть, бабушек, дедушек, и вот все это, то, что касается вами, считывалось как безопасно, вы отдаете кому-то другому, вы работаете только со звездами, как вы говорите. Леш, ну там администратор распределяет. Хорошо, тогда не отказывайтесь просто. Поняла. Это первое. А теперь самое главное. Я хочу, чтобы вы ни за что не хотели им понравиться. Это не смешно. Напиши, пиши. Вы не должны им понравиться. Как это измерить? Смотри. Представь себе 100% своего напряжения. Представила? Конечно. Как ты там как обезьяна бегаешь? Что понравится? Вот из 100% как ты как обезьяна суетишься, я хочу, чтобы ты работала на 70 максимум. Чтобы ты делала работу не на 100, а на 70. Вот такой у тебя ограничитель. То есть ты не пытаешься сделать идеально и полизать ей шоколадный глаз, чтобы она ушла довольна. Ты просто спокойно расслабленно садишься, я тебе сделаю сейчас на 70% максимум. Все. И спокойно делаешь тупо ей на 70%. Понятно? Окей, да. И через неделю ты придешь и скажешь, что будет происходить. Ясно? Да. Жду тебя через неделю. Спасибо, Леша. Пожалуйста, пока. 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 тэкс. 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 Ну что же, я вас поздравляю, у нас есть первый кейс, он связан с социальным страхом. Увидели, как выглядит мышление? Что у нас есть с вами обоснование для убеждения, а потом есть тактика. Все это увидели? Запомните, пожалуйста, мы работаем с обоснованием убеждений, потому что просто убеждение не слетит. Очень много когнитивных терапевтов в интернете, во всяком случае, те, которых так себя называют, они работают с убеждениями, но надо работать не с убеждениями, а с обоснованиями на эти убеждения, чтобы их найти, эти обоснования, их надо атаковать. Атакуя обоснование, слетает убеждение, а после убеждения менять тактику. Всем это понятно? У меня вопрос к Ирине. Ирина, можем ли мы анонимно разместить данный кейс на канале Невроза Мегаполиса? Мы от Ирины должны услышать да или нет? Да, конечно. Спасибо вам большое. Итак, пишем следующее пожелание. Желательно с требовательностью. Я понял, что вам понравилось. Спасибо большое. Я хочу дальше. Желательно про требовательность. Давайте про требовательность. Сейчас мы поговорили про страх. Не появилась ли та девушка? Да, у вас так про требовательность прям много. А про требовательность-то будет, нет? Про парня-то сейчас будет рядышком. Мы, если успеем, его разберем. Ну как про парня? Я вам сказал позвонить, он не позвонил. Я же не виноват в этом. Вы все писали, я, 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 я про требовательность. А где жалоба про требовательность? Как быть при повышенной тревоге и панических атаках на людях? Давид, приобретаешь участие в 10 сезоне, получаешь бесплатно три вебинара по паническим атакам социофобии, изучаешь их до 10 сезона, приходишь на 10 сезон, мы устраняем твою проблему. Вот как быть. Где про требовательность? Где про требовательные жалобы? Где про требовательные жалобы? Вот это мне сейчас импонирует. Не могу снять контроль за все, везде сую свой нос. Вот я думаю, что этого кейса не было даже ранее. Мне нравится. Лили, давайте вот это обсудим, мне кажется, это сейчас будет хорошо. Не могу снять контроль. Тема оверконтрол или сверхконтроля очень важная в терапии неврозов. Давайте вот этот кейс разберем. Лили, позвоните мне, пожалуйста. Не могу снять контроль за все, везде сую свой нос. Я думаю, это сейчас вам понравится. Если, конечно, Лили. Алло. Алло. Добрый вечер. Добрый вечер. Как вас зовут? Меня зовут Лиля. Лиля, сколько вам лет? Тридцать. Эй, помню. Понял. Я был вынужден задать этот вопрос. У вас очень юный голос, а я не работаю с людьми до 18 лет без разрешения взрослых. Ух ты. Да. Окей. Лиля. Лили или Лиля? Лилия. Да, как удобно. Нет. Так, стоп. Как вас зовут? Меня Лилия зовут. Лилия. Да. Окей. Лилия, давайте перефразируйте своими словами то, что вы написали в чате. Как это сувание носа и контроль выглядит в вашей жизни? Начнем тогда немножко с раннего детства, во что я не была отца, но она занята, я как старшая, младшая сестра есть, но мне было хозяйство, ответственность, ну так сложиво, какая-то гиперпетрость у меня за всю жизнь и спросом. Ну, простите, вы сейчас говорите про детство, а вам 30 с лишним лет. Как это выглядело уже после 20 лет? А вот оно засело до такой степени, что у меня какое-то недоверие, что кто-то может сделать правильно. И часто практика показывает, что действительно, пока я не закручиваю нос, какие-то ошибки, ну, как кажется, что я вовремя носа, если бы я не влезла, то облажа. Хорошо, скажите мне, пожалуйста, как этот контроль обычно выглядит в течение дня повседневной жизни? В данный момент я живу с мамой и сестрой в последние два года в своем состоянии. Я вографии дома, и я очень злюсь на мамины действия, в быту, не так делать, не так полить, не так готовить, как-то все в голову неправильно. Я в постоянном напряжении хожу. Даже вот она чайник поставит, надо пойти проверить, выключила ли она его, потому что она очень часто к первой из ничьей, так сказать, действительно забывает, уходит. А вы ее контролируете? Получается так. А почему вы живете вместе в таком возрасте? Ну, у меня начались панические атаки два стола года назад. Я жила в Одессе, отдельно, и к постоянному здоровью, когда у меня совсем плохо стало, у меня так упало каждые часа, я была уволена, и у меня хоть к парню, потому что реально нужен путь. Ух ты. Очень сильно плохо было, я не могла с тобой даже скрывать. Вы жили в Одессе, подождите, Вы жили в Одессе, и у Workers начались панические атаки, Вы жила, Вы жили одна? Я там жила одна, да. Угу. У Вас начались панические атаки, Вы боялись смерти, или чего Вы боялись? Ну да, мне стало так плохо, что я боялась смерть. И вы посчитали, что вам нужен уход? Или врачи сказали, что вы инвалид, вам нужен уход? Нет, мне никто ничего не говорил, пока я с вами не встретилась. Я не знала, что со мной, и поняла, что я умираю. То есть невропаколог не видел никаких таких проблем. И никто не сказал, что уйдет психотерапевт, психолог, что это эмоциональная сфера. Я реально думала, что я умираю. Хорошо, я вас услышал. Вы вернулись к маме. Да. И что дальше стало происходить? Что мама стала делать? Ну, обычная бытовая жизнь. Пока мне было очень много прессий, я контролировала это все дело. Когда чуть-чуть мне стало полегче, мне стало в глаза бросаться. Нет, стоп, Лилечка, вы меня не расслышали. Когда вы больная, приехали к маме, что мама стала делать? За мной ухаживать. Почему вы произнесли слово «ухаживать» очень эмоционально сейчас? Потому что она реально ухаживает. А еще почему? Потому что я считала, что мне необходим. Повторить эту фразу? Я считала, что мне уход необходим. Можете как-то развить эту логику? Могу. Судя по моему физиологическому состоянию, я боялась находиться одна дома. Были страхи, агрофобия. Я считала, что и полчаса была гипотическая атака, и мне было очень плохо. Что вы получили, когда вы приехали такая больная к маме? Мой физический уход. Физический уход. А морально что? Морально я с детства чувствуюсь одиноким. Поэтому что вы получили морально? Ну, морально я, наверное, ничего не получила. Единственное, что я в своем поле, ну, мамы, мне не нужно... Я не осталась бомжом на улице, как если бы в Одессе на съемной квартире. Скажите, пожалуйста, если бы я попросил вас продолжить фразу, как бы вы ее закончили? Когда я заболела неврозом и паническими атаками, я приехала от мамы, и я очень хотела получить от нее что? Понимание, поддержку, морально. Скажите мне, как вам этого не хватало всю жизнь? Ой, всю жизнь, ну, по сей день. Потому что родители родственные были, а отца у меня вообще нет. То есть у меня никто, мне кажется, нарушено чувствовал себя в безопасности, в надежности, в мужчина, в женщине. Ну, как отец. Я понял. Лилечка, я сейчас вам задам сложный вопрос, попробуйте его понять. Да. А как бы вы могли попросить поддержки вне наличия симптома? Ну, я понимаю, о чем вы говорите. О чем? Ну, я думаю, к тому, что это был провод так обратить на себя внимание. И без, наверное, этих симптомов, такого приставного внимания ко мне я не получила. Но самое интересное, в последние годы я уже в этой каше варюсь, сижу дома, не похожу силу, на что-то, и мотивация. Но при этом я не получаю. При этом вы не получаете от нее той самого ухода, поддержки и понимания, да? Единомыслие, надежность. Не получаете, да? Ну, нет, по большому счету. Какую эмоцию вы испытываете, когда вы не получаете понимания поддержки и ухода? Ну, больно, страдаю. Как с детства не чувствовала себя. Скорее всего, вы раздражены и даже злитесь на нее. У меня гнев, у меня подражительность. А теперь слушайте меня внимательно. Вы сказали мне 20 минут назад, что вас мама раздражает, когда она берет все, что там забывает и так далее. И сейчас я вижу два противоположных драйвера. Лиля. Лиля. Да-да, я здесь. Я сейчас говорю важные вещи. Да, я просто сетрадочку взяла. И я вижу два противоположных драйвера. Ну, мотива. Первый мотив заключается в том, что вы хотите от нее поддержки и понимания, которую не получаете. И это вызывает у вас гнев. Потому что вы всю жизнь пытались ей показать и объяснить, как вам важна ее поддержка, как вам важно ее понимание. Но вы не умеете физически об этом говорить. Вам потребовалось сделать из себя а-ля больную женщину. Это называется функция симптоматики в неврозах. Когда вы с помощью симптома бессознательно выражаете просьбу о заботе. Это, судя по всему, с вами и сыграло эту шутку. Вы, как вы правильно сказали, вы своими болезнями, своими жалобами попытались попросить ее о том, о чем попросить вы ее не имеете права перед самой собой. Потому что с детства на вас поставлена функция якобы спасителя, на котором крепится вся семейная благополучность. Спасители же не просят о помощи, правда, Лиля? Спасители же не просят о поддержке, правда? Да. И вы попросили ее своими симптомами. А гнев у вас заключается в том, что вы не получаете этого. И вы пытаетесь испытывать к ней и злость, и сострадание одновременно. Злитесь вы с метафорой, как бы я хотел, чтобы обо мне позаботились. Как бы я хотел, чтобы обо мне кто-то позаботился. Потому что я с детства спасителем была в этой семье. Я с детства все делала и молчала. И я бы хотел, чтобы обо мне проявили уход. Обо мне проявили заботу и внимание. Но сказать об этом спасатель в семье не может. И он устраивает вот такую историю с симптоматикой, чтобы это получить. Но вы этого не получаете, поэтому вы на нее и злитесь. И ваш гиперконтроль, о котором вы говорите в самом начале, это гиперконтроль спасателя. У вас есть функция. Я спасатель в этой семье, и я должна все контролировать, потому что я ответственна за всех. Но этот спасатель тоже нуждается в уходе и в защите. И тоже нуждается в поддержке. Только он не может об этом попросить. И ваши панические атаки два с половиной года назад не просто так случились, даже когда вы были далеко от нее. Два с половиной года назад, перед тем, как у вас случились панические атаки, что-то в вашей жизни случилось такого, где вы нуждались в поддержке. Вы нуждались в защите, вы нуждались в опоре, вы этого не получили, вышли в симптом и с помощью симптомов вы пытались это получить. Что же случилось в вашей жизни такого, перед паническими атаками, что вы надорвались и нуждались в поддержке? Ну, все верно сказали, Алексей. Случилось то, что все стрессы совершились в одной точке в всех сферах. Первым был разрыв болезни с молодым человеком, у которого я поставила, у меня был миром, естественно, он меня оставил и миром. И пошло от работы, друзья исчезли, на работе проблемы, в общем, все со всех сторон, медицинные квартиры, переемы, в общем, просто вообще во всех сферах, все сошлось. Все, как здоровый языком слезал, понимаете? Стоп! Конечно... Стой! Могла ли девочка с функцией спасателя просить о помощи словесно? Нет, я не могу. А теперь скажи мне, пожалуйста, с сегодняшним уровнем осознанности в чем была твоя ошибка? Что я продолжала делать вид, что это было сильное и боялась попросить помощь. Как бы, если бы ты могла это попросить, у кого бы ты попросила и как бы ты сказала? Представь себе, что этот человек перед тобой, обрати сейчас к нему, скажи это от первого лица. Ты знаешь, если честно, продолжи. Продолжи. Представь себе, что человек этот перед тобой, ты начинаешь фразу, ты знаешь, если честно, продолжай. Если честно, я устала быть сильной. И я, как любой человек, имею свои слабости и тоже хочу внимания. И мне нужна вообще тогда поддержка, особенно в данном. Ну, на данном этапе мальчике. Вот. Но мне хочется так, чтобы ты взял на меня. Я не каждому обращусь. Ильичка, ты идешь на десятый сезон? Алексей, я была на восьмом сезоне. И? И вот все знаю, все поняла, теория зашла. А когда дошло до практики, я как без рук, не могу себе взять в руки, не нахожу мотивацию. Но мы сейчас с тобой говорим всего лишь навсего несколько минут. Сейчас ты что-то поняла для себя? Я поняла. Я не знаю, что я не знаю, как попросить этой помощи, этой поддержки. Так вот, я тебе даю подсказку. Тебе необходимо объяснить себе на рациональном уровне что ты имеешь на это право. Ты себе, ты можешь просить, и ты можешь говорить о том, что тебе важно внимание. Но умеешь ты просить только болезнью. У тебя навык говорить о поддержке и о помощи только с помощью болезни, а не с помощью слов. Единственный путь твоей терапии, он несложный. Это дать себе право снять себе функцию спасателя, снять эти доспехи зены, искать, ребята, мама, люди, я хочу, чтобы вы позаботились обо мне, я устала. Тебе придется отдать себе на это право. Вот в чем твоя ошибка недоработки. Ясно? Ясно. Алексей, у меня еще есть... У меня есть внутреннее ощущение, что полный сезон, я поняла, что есть. С детства... Господи, как это слово. Требность. Требционные потребности в детстве, которые нельзя никуда деть. У меня такое ощущение, что это связано с отцом, именно красномужской части. От мамы я не допустила любви и внимания, да, из-за их развода. Мам работал, это понятно. Но вот у меня это подозрение, что это связано с мужской частицей. Объяснить? Да. Почему у меня сильная тяга к мужчинам, я на них как на костыль. Вот я твои слова говорю, потом пытаюсь. Ну хорошо, давай я сейчас не буду объяснять, ты сейчас сама себе объяснишь. Да. Повтори мне своими словами то, что мы сегодня с тобой обсуждали. В чем была ошибка, и в чем эта ошибка до сих пор? Что я не могу просить их помощи. Почему? Потому что как это связано со спасателем и детством? Потому что я сама под папой была. А теперь ответь сама себе на вопрос, что ты ищешь в мужчинах? То, что я проектирую на других, я ищу в мужчинах. Конкретно, что ты ищешь в мужчинах? Конкретно. Что маленькая девушка ищет в папе? Надежность. Еще. Безопасность. Еще. Спасатель. Ну, в кавычках так. Теперь ты можешь понять, что эта маленькая девочка ищет? Конечно. Я этого не нахожу в жизни. Что мне делать? Я не думаю, что ты этого не находишь в жизни. Ты теперь поняла мотив, почему ты вовлечена в мужчин? Да. Почему? Потому что мне этого не хватает, а я об этом даже просить боюсь. Потому что у тебя, скорее всего, во-первых, ты боишься об этом просить. Я не очень уверен, что, встретя сильного мужчину, который попадает у тебя в потребности, ты с ним сможешь что-то сделать. Ты же должна быть сильной. Да. Теперь поясни, по чему ошибка. Смотри, ты сама себе противоречишь. Ты говоришь, мне очень нужен сильный мужчина, заботливый, как папа. Я так в этом нуждалась все детство и всю жизнь. Но когда ты встречаешь сильных, заботливых мужчин, ты говоришь, я сама, 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 сама. Как вот это снять под контроль, со всем. Просто с рукой брать. Ты это почувствовала сейчас? Конечно. В чем ошибка твоя? Концентрую. Стой. В чем ошибка? Я хочу тебя спросить. Представь себе, что эта маленькая девочка сидит возле тебя, которая говорит, мне нужен папа, мне нужен папа, я хочу быть слабой, я хочу быть девочкой. А рядом с ней стоит взрослая тетя, Лиля, которая что говорит? Надо быть сильной. и так далее. Чтобы у тебя получилось, мужчины, что надо сделать? Надо разрешить этой девочке побыть девочкой. Я уже даже сейчас плохо озвучиваю, вы знаете, просьбу в прямом тексте. Тебе надо учиться быть девочкой, а не быть зеной, королевой воинов, для этих мужчин. Мне уже тошнит от этих дзенов всяких. Если честно. Вот я хочу, чтобы ты шла и была девочкой. Как эта девочка скажет мужчине? Представь себе, что я мужчина, метафора. С позиции маленькой девочки, скажи, что ты от меня хочешь. хочу на ручки и си-си-си-си-си делал. Что делать? Си-си-си-си. Ещё? Ты так вшмутните немножко. Я хочу просто реально быть девочкой, в буквальном смысле. Я себя чувствую счастливой, когда я... Да, 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 Алексей, ты понял? Классно. Ты очень чувствуешь. Ну, прям в корень. Зришь в корень, реально. Только вот... Разреши, разреши, не бойся. Ты просто-напросто привык... У тебя доспехи прилипли к соскам, понимаешь? Просто сними это, ничего страшного не случится. Ты просто чувствуешь небезопасность без этих доспехов, потому что ты в них всю жизнь проходила, понимаешь? Да. Ничего страшного не случится. Ты просто боишься снять потихонечку эти доспехи и научиться показывать себя девочкой. Я не говорю, чтобы сразу снимать не получится. Шаг за шагом, хорошо? Лиля. Буду стараться. Я очень хочу тебя довести до определенного процесса. Я дарю тебе участие на десятом сезоне. Придешь? Алексей, конечно, приду. Супер. Свяжись завтра. Мы с тобой... Напиши куда-нибудь там, я не знаю, на почту, что ты Лиля... Можешь стать Тане на ватсап, можешь Антону, кому угодно, напиши, скажи, что ты Лиля с кейсов по поводу десятого сезона. Я хочу с тобой продолжить, окей? Ой, большое спасибо. Потому что я... Я просто стала эту причину невроза, не могу понять... Нам с тобой осталось чуть-чуть. Нам надо просто эту девочку дальше довести. Хорошо, я напишу Тане на ватсап. Ты поняла, в чем проблема? Увидела? А я и чувствовала это. Просто... Все. Просто сейчас получилось подтверждение этого. Теперь осталось это просто реально в практике держать. Успехов тебе. Мы с тобой справимся. Я... Я вот это... Спасибо огромное. Спасибо, Лиля. Я на ручки хочу. Вот иди на ручки. На ручки слезы. Вот как у тебя сейчас эмоциональное состояние, когда ты это почувствовала? Круто. Круто. Я вообще сейчас готова... Я не знаю. Пойди на скаковку. Прямо как девочка вызвала. Вот это состояние запомни. Это и есть твое счастье сейчас. Да. И так и есть. Класс. Мы можем анонимно этот кейс размещать? Обязательно. Потому что я уверена многих в этой ситуации. Мне одна я такая. Кто многим поможет. Спасибо огромное. Спасибо тебе огромное. Успехов. До встречи. Не прощаемся. До встречи. Как я люблю свою работу. Клево. Да. Теперь вы понимаете в чем, что такое психотерапия, а не рассказ о панических атаках и вегетососудистой дистонии. Я просто хочу, чтобы вы это поняли сейчас. Что такое информирование о панических атаках и ВСД и что такое психотерапия людей. И информация о панических атаках, о ВСД это не психотерапия. Это просто информирование. Вы можете так же информировать людей о панических атаках. Вы можете так же информировать людей о неврозах. Вы можете также информировать людей об агорофобии и об ОКР, но это не психотерапия, это просто информирование. А вот то, что я пытаюсь сейчас вам показать, это психотерапия изнутри. Это не про спец, это просто изнутри профессия. Спасибо большое, очень клево. Так, мы идем дальше. Давайте повыбираем еще кого-нибудь, погнали. Как вам кейсы? Я еще раз повторяю, что если вы хотите, у вас недостаточно финансов, вы можете за 2000 рублей поучаствовать еще в четырех таких программах. Заходите на сайт безневроза.тв, на главной странице вы можете зарегистрироваться. Пожалуйста, если вы хотите продолжить, мы начинаем завтра еще 4 занятия. Welcome, всего 2000 стоит, если вам не жалко. Если вам нравится, пожалуйста. Да, давайте про ОКР, я вот тоже что-нибудь хочу про ОКР выбрать. Ребят, простите, я немножко подхрип, думаю, вы это поняли. Спасибо вам большое. Так, 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 так. Ребят, если я кого-то не успею сегодня разобрать или посчитаю необходимым пропустить, я еще раз говорю, у нас впереди как минимум 4, максимум 8 кейсов. Не поленитесь, не пожалеете 2000, 4, приходите. Завтра продолжу. Я же не могу объять необъятное. Ну, давайте, давайте, блин, есть интересные штуки. Я хочу выбрать. Посмотрите, мне нравится вот такая жалоба. Запарился со всеми соглашаться, не могу высказать свое мнение. Мне кажется, это интересно. Запарился со всеми соглашаться, не могу высказать свое мнение. Я бы хотел этот кейс разобрать, потому что у меня есть что сказать по этому поводу. Согласны? Мурат, как правильно, Мура или Мурат? Мурат. Алло. 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 Мурат, добрый вечер. А можно без видео? Как, убрать мне видео? Да. Как? Видео, просто можно выключить видеокамеру. Вот, выключил. Так, Мурат, пожалуйста, озвучьте своими словами. Запарился со всеми соглашаться, не могу высказать свое мнение. Как это выглядит своими словами в жизни? Вот у меня, в общем, так, я со всеми разговариваю, ну, со всеми разговариваю, там, и бывает так, что мне кто-то что-то говорит, я с ним не согласен вообще, я считаю, что это, ну, не так, как он говорит, и чтобы не вступать с ним в конфликт, я где-то, наверное, избегаю этих конфликтов. Ну, я с ним соглашаюсь, я всем поддакиваю, в общем, хотя с этим не согласен. Я понял, скажи, пожалуйста, а что будет, если бы ты высказал свое мнение? Вот, дело в том, что, ну, я когда-то был травмирован, и, не знаю, если мне кажется, что, если будет такая ситуация, где нужно будет, ну, подраться или что-нибудь такое сделать, и я уже, ну, как бы и травмирован, и не могу за себя постоять, и я лучше там избегу, не буду лишних конфликтов создавать, вот примерно так. Ты знаешь, я уже прямо сейчас понимаю, в чем твоя ошибка. Хочешь послушать? Ну, я раньше себя по-наглее ввел, по-самовереннее, сейчас ввел. Я просто хочу... Ну, не знаю, мне кажется, будет такая ситуация, где мне всегда придется избегать всяких, ну, латать что-ли, с вами рода. Именно так. Я понял, что ты имеешь в виду. Я тебе хочу еще раз повторить. Я прямо сейчас могу увидеть и увижу, в чем твоя ошибка. Хочешь, скажу? Угу. Только, пожалуйста, будь очень внимательный, потому что ты можешь забыть. Да, я, честно говоря, наверное, все, ну, все твои кейсы, все твои лекции, Алексей, я все расписываю. Я чувствую, что у тебя есть проблемы с памятью. Угу. Я прав? Ну, как, ну, проблем... Ну, у меня, короче, в общем, так бывает. Я, это, ну, не запоминаю, да. Вроде все нормально, это, я быстро забываю. Окей, слушай меня внимательно. Есть чем записать? Да. Давай. Смотри, у тебя ошибка, она не сложная. Проблема в том, что ты забываешь. Ошибка заключается в том, что ты уверовал в то, что если ты выскажешь свое мнение, если ты выскажешь свою позицию, или скажешь нет, или выскажешь просто-напросто собственное впечатление, противоположное какому-то человеку, это тебе грозит конфликтом, а поскольку была травма, это грозит какими-то негативными последствиями. Я боюсь, что еще раз травмирует меня. Ты боишься, что тебя еще раз травмируют. Это и есть твоя ошибка. А травмирует человека тогда, когда будет физический конфликт. Ты взял и приравнял все несогласия, все высказывания своего мнения, что они спровоцируют физический конфликт. Но, грубо говоря, это выглядит так. Здравствуйте, Мурат. Здравствуйте. Какие вам нравятся фрукты? Мурат говорит, а вам какие? Нам нравятся яблоки. Мурат говорит, я тоже люблю яблоки. А почему вы с нами согласились? А потому что, если я скажу, что мне нравятся апельсины, мы с вами подеремся. Они тебе говорят, а с чего вы взяли, что если вы скажете апельсины, мы с вами будем драться? Мы просто скажем, окей, хорошо, давайте апельсины. Или, ну хорошо, ты любишь апельсины, мы любим яблоки, у нас разные вкусы. С чего ты взял, что дойдет до драки? С чего ты взял, что любое высказывание своего мнения, впечатления должно заканчиваться черепно-мозговой травмой, правым с боковым в челюсть? Ну, я, наверное, уже до того настрадался, что... Ну, не то, что настрадался, то, что этот... Не знаю, я думаю, почему-то может такое возникнуть. Вот это и есть твоя единственная проблема, которую я сейчас вижу внутри тебя. Там нет никаких больше проблем, кроме некоторых процессов, связанных с последствиями. Но, если бы ты себе объяснил на когнитивном уровне, а потом, Мурат, пишем, обязательно нужно начать действовать. Что нам надо с тобой делать? Ты должен с завтрашнего дня взять за правило каждый день учиться говорить «нет». У тебя «нет» тоже, я не могу сказать. Слушай меня внимательно. Ты должен учиться каждый день говорить «нет». Объясню, почему. У тебя есть рефлекс. Ты убежден, что сказать «нет». Ты убежден, что высказать свое мнение. Ты же не обязан высказывать свое мнение «нет». Слышь, вы, короче, я против, но не так же. Как ты можешь об этом сказать? Давай попробуем с тобой сейчас. Скажи мне, пожалуйста, какая тебе нравится музыка? У меня гитара. Больше всего гитару люблю. Ты любишь гитару? Окей, хорошо. А я люблю... Я не люблю гитару. Мы с тобой должны от этого подраться сейчас? Нет. Почему? Ну, я вообще нормально воспринимаю, что... Многие даже говорят, мне не нравится твои песни, когда слушают, ничего, нормально. Хорошо. Это с твоей стороны. Теперь мне скажи, пожалуйста, чем ты недоволен. Например, скажи... Ну, давай предположим, скажи мне, Леш, мне не нравится твоя рубашка? Леш, мне не нравится твоя рубашка. Хорошо. А скажи, мне не нравится дипломы за спиной? Дипломы за спиной мне тоже не нравятся. Хорошо. Скажи, мне не по вкусу, когда ты материшься? Мне не нравится, что ты материшься. Супер. А скажи еще, что мне не нравится, когда ты делаешь много селфи в Инстаграме? Мне не нравится, что ты делаешь селфи много в Инстаграме. Что ты сейчас чувствуешь, когда ты это говорил? Если честно, я чувствую, что, ну, как мужчина свое сказал, не понравилось, сказал, а не согласился. А из чего ты взял, что это вызывает конфликт, как может перейти физически? Ну, не знаю, вдруг начнут в ответ грубить. Мне придется уже тоже грубить. Стоп. Следующая ошибка. Если ты говоришь, что это мне не по душе, это мне не по вкусу, и тебе, например, вот скажи мне, мне не нравится твоя рубашка. Угу, мне не нравится твоя рубашка. Или, не, давай это по-другому, давай так, я не согласен с тем, что ты делаешь, скажи мне так. Я не согласен с тем, что ты делаешь. А я тебе в ответ говорю, да мне пофиг, с чем ты не согласен. Твоя реакция какая будет? Вот тут уже я не знаю, что делать. Вот тут у меня уже, вот именно тот момент, что, черт, я не знаю, вот у меня в голове или ответить что-нибудь, или проглотить. проглотить. Вот я уже в замешательстве. Я думаю, если сейчас начну обострять, то ни в чем хорошем это не закончится. А если я ничего в ответ не скажу, я буду, ну, потом я буду себя за меня это будет гножить, в общем. Смотри, когда я, когда ты высказал свое мнение, и ты привык, что это всегда переходит в какой-то физический или моральный конфликт? Нет, я раньше вообще, до травмы вообще такое не думал. После травмы вот у меня вот этот страх появился, что надо. Я понимаю, но я пытаюсь тебе сейчас объяснить, что у тебя проблема с тем, что ты боишься, то есть, помнишь вот у нас предыдущий кейс девочка, точнее, перед девочкой Лилии была девушка Ира, помнишь? Угу. Помнишь, Ира боялась чего? Вспоминай. Ира, Ира. Ира, которая боялась мастер маникюра. Она боялась, что о ней плохо подумают. Вот ты так же боишься, что тебя травмируют? Да. Вот у тебя это засело в голове и ты пытаешься видеть во всем поводы для травмы. Да. И главным поводом для травмы ты увидел высказывание свое мнение. Угу. Тебе надо учиться высказывать свое мнение, тебе придется идти немножечко через страх. Смотри, ты можешь говорить с завтрашнего дня, мне это не по вкусу, мне не нравится, нет, я не хочу, нет, мне этого не хочется. Это никаким образом, это никаким образом, подожди, если ты скажешь, нет, я не хочу, мне это не нравится, мне это не по вкусу, само по себе это драку не создает. Нет. Что бы создать драку, что должно быть? Ну, кто-то должен первым, наверное, ударить или дальше начать разговаривать. Ты же понимаешь, что ты всегда можешь просто сказать, окей, братан, это твое право, это твой вкус. Я люблю апельсины, ты любишь яблоки, это нормально. Зачем тебе переводить это в физический конфликт? Ну, я это не перевожу, я, ну, я не знаю, мне кажется, что как раз таки кто-то переведет. А из чего ты взял, что это так? Ну, вот, в силу, наверное, той травмы, ну, как-то… Стой, смотри, ты так считаешь в силу травмы или в силу той среде, в которой ты живешь? Не знаю, в среде нормальность… Значит, а ты где живешь? В силу. В силу. В силу. Значит, по факту, вот просто смотри, по факту, у вас нет в этом окружении традиции, как только кто-то не согласен, сразу справа, раз. Правда? Такого нету. Нет. Ты просто этого боишься, потому что ты говоришь, только бы не было травмы. То есть, по факту, по факту, ты придумал себе, что тебе дадут в бубен и за нет. А, Мурат, тебе придется с завтрашнего дня через «не могу» говорить «я не хочу, это не в моем вкусе». Давай запишем эти слова. Угу. Я тебе продиктую слова, которые не провоцируют, но высказывают. Пишем. Пишешь? Угу. Мне это не по вкусу. Ребят, я вам тоже советую записать. Мне это не по вкусу. Или мне это не подходит. Ты записал. Я не согласен с тем, что она или он делает. Я бы хотел по-другому. Угу. 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 Давайте каждый останется при своем мнении и при своем взгляде. Ты имеешь право считать так, как считаешь нужным. Угу. Нет, извини, я не смогу этого сделать. Прочитай, что ты записал. Значит, мне это не по вкусу, мне это не подходит. Я с этим не согласен. Я… Давай каждый останется при своем мнении. Нет, извини. Я не смогу этого сделать. Что ты думаешь, когда ты об этом читаешь? Устраивает? Не знаю, как-то поспокойнее, посвободнее. Вот так вообще какой-то сумбур получается. Совсем не согласен. Я не согласен… Еще раз медленно прочитай то, что ты записал. Мне это не по вкусу, мне это не подходит. Я не согласен с тем, что она… что он делает. Давай еще кое-что допишем. Давай каждый останется при своем мнении. Окей, давай еще другое кое-что допишем. У меня другой взгляд на этот вопрос. Угу. Я выбираю обычно другое. Написал. Давай прочитай медленно все заново. У меня другой взгляд на этот вопрос. Я выбираю обычно другое. Все заново прочитай. Все полностью. Мне это не по вкусу, мне это не подходит. Я с этим не согласен. Давай каждый останется при своем мнении. Нет, извини, я не смогу этого сделать. У меня другой взгляд на этот вопрос. Я выбираю обычно другое. Смотри, я хочу, чтобы ты с завтрашнего дня потихоньку научился интегрировать эти формулировки в свой повседневный лексикон и образ жизни. Единственное, что с тобой происходит, это ты после травматизации так боишься за повторный сотряс, что ты взял и посчитал, что любое негативное твое высказывание в области «я не согласен, мне это не подходит», сулит тебе травму. Единственный способ этот рефлекс убрать, все слушают внимательно, это начать как раз плавно это говорить и увидеть, что ничего не происходит. И если ты будешь это практиковать 2-3 недели, ты забудешь про эту проблему потихонечку, потому что с каждым разом ты будешь все больше и больше высказывать своего мнения, и ты увидишь, что ничего не происходит. Понял? Понял, но я еще когда… иногда бывает, мне это надоедает, я начинаю не соглашаться, потом мне бывает стыдно, что я могу кого-то обидеть, что я кому-то так сказал, и он обиделся вообще. И это немножечко другая тема про обиделся. Ты вот сможешь сейчас остановиться только на том, чтобы высказывать свои фразы? Да, смогу. Окей, давай на этом остановимся. Угу. Вот ты пойдешь на кейс или дальше на сезон? Ну, я был на двух сезонах, и на этих кейсах тоже… ну, я иду на эти кейсы. Супер. Давай с тобой через пару кейсов продолжим это обсуждать, окей? Ну, хорошо. Мы можем это анонимно размещать? Да, легко вообще. Спасибо тебе большое. Успехов тебе, до встречи. Всего наш. Спасибо. Так. Алло. Так. Смотрите, в чем история этого кейса? Парень имел травму. Это не шутки. Он действительно ее имел. Скорее всего, там было сотрясение, и там были какие-то черепно-мозговые истории, что повлияло на память, да, и так далее. И он действительно боится повторного сотрясения, и он себе объяснил. Попробуйте сейчас на себя это преломить все. Внимание. Человек убеждает себя в том, что если он скажет что-то негативное, кому это подходит этот кейс? Поднимите руки. Что если он скажет что-то негативное, будут какие-то последствия негативные. Он себе так объяснил. Именно поэтому он и не высказывает. Единственный способ, спасибо, единственный способ этот рефлекс убрать, это начать делать. Начать потихонечку говорить и увидеть, что никаких последствий не будет. Ясно? Супер. Так. Окей, давайте идем дальше. Я не могу понять причину своего невроза, панических атак, постоянной тревоги. Аня. Анечка. Записи вебинаров по ВСД, паническим атакам, рациональному мышлению, подарок идут тем, кто пойдет на 10 сезон. Аня, просто приди на 10 сезон. Не откладывай. Вот видишь, есть файл, заходи на страницу Крайзиков онлайн. Просто приди. И ты уже до сезона получишь вебинар, и ты поймешь причину и неврозы, и панических атак. А придя на 10 сезон, мы будем очень внимательно об этом говорить. И о постоянной тревоге в том числе. Чтобы понять причину, надо заниматься. Приходи, будем заниматься. Страх конфликтов. Так, прошел. Та-та-та-та-та-та-там. Давайте про требовательность. Что-нибудь. Не могу справиться с тем, что когда не получается быстро, то, чем занимаюсь. Угу. 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 О! Хотите вот такой кейс? Смотрите, что я нашел. Откопал буквально. Смотрите, что девушка пишет. Кому это подходит сейчас? Поставьте плюсик. Не могу разобраться, из-за чего держится напряжение, если во всех сферах жизни кажется наверняка порядок. Кому это подходит? Не могу разобраться, из-за чего держится напряжение. Вот, мне кажется, это сейчас будет круто. Супер. А как девушку зовут? Лена, по-моему, да? Елена. Елена. Все. А. Да. Молодцы. Алло. Алло. Здравствуйте. Елена. Здравствуйте, Алексей. Добрый вечер. Спасибо большое. Я вот наткнулся на ваш кейс, он очень многим сейчас откликнулся, во всяком случае в заявке. Спасибо вам огромное. Давайте попытаемся разобраться. Елена, можно своими словами? Не могу разобраться, из-за чего держится напряжение, если во всех сферах жизни все в порядке. Во-первых, у меня к вам первый вопрос. Как проявляется напряжение? Ну, иногда вегетатика, хотя я уже знаю, что это не опасно. Леночка, Леночка, в два раза медленней, окей? И у меня конкретные вопросы. Да, в два раза медленней. Просто ответьте на вопрос, как выглядит напряжение? Если вегетатика, то как это выглядит? Сердце стучит, тревога в груди появляется. Нет страха, что я умру или что-то серьезное произойдет. Это уже давно пройденный этап. Никаких панических атак. Но тревога, что что-то не так, как будто или болит, или не болит. И начинаешь себя сканировать и думать, точно ли все в порядке. То есть такое отслеживание, может быть, здоровье иногда. Угу. Лена, еще на что вы жалуетесь? Как это выглядит? Ну, еще у меня есть экстрасистолия, хотя я прошла обследование и тоже знаю, что нужно чуть-чуть полечиться и все будет хорошо. Но тем не менее... Еще на что вы жалуетесь? Ну, наверное... Ну, еще я жалуюсь постоянно на какие-то... На страх того, что если я что-то съем, у меня опять будет боль. Потому что я, может быть, на нервной тоже почве перенесла разные болезни желудка. Не такие, как синдромы, там, раздраженного кишечника, да, или как это называют. А типа язвы. И у меня есть страх, что если я буду есть какую-то еду, что у меня опять будет боль. И я могу отказаться от еды, похудела очень сильно. Хорошо, Лена, у меня к вам уточнение. Я правильно вас услышал? Вы жалуетесь сегодня на тахикардию, на повышенные экстрасистолы. Вы жалуетесь на состояние общей тревоги, периодической проверки и тревоги за собственный организм. Да, и я боюсь вернуться еще и тренироваться, потому что мне кажется, что у меня как будто организм оснащен, как будто у меня сейчас нет ресурса к тому, чтобы опять начать тренироваться. Я могу задать несколько личных вопросов? Конечно. Сколько вам лет? 25. 25. Вы сказали, что у вас раньше были панические атаки. А когда они были? Они были, наверное, два года назад, полтора года назад. Ну, я была на шестом сезоне. Вот после шестого сезона у меня прошли панические атаки. Это хорошо, но сезон не только для панических атак, он гораздо глубже настроен. Да, панические. Давай попробуем с тобой разобраться. Я рад, что они у тебя прошли, и это не проблема. Давай сейчас про другое. Я просто устал про эти панические атаки с ВСД. Я занимаюсь другими изменениями в людях, а не рассказываю людям о ВСД и панических атаках. Лена, у меня к тебе вопрос. Можешь вспомнить период, год, когда начались панические атаки? Это важно. Никто не отвлекает меня в чате. Хочу разобраться. Да, я понял это время. И есть несколько причин, которые я выделяю, почему это произошло. Подожди. Просто мне расскажи про время. Как я жила, да? Ты помнишь свою первую паническую атаку? Да, очень хорошо. Где это было? Я упала в обморок в ванной. Это было дома? Это было, когда я жила в студенческом общежитии. Смотри, ты сначала упала в обморок, а потом испугалась? Ну, когда очнулась, да, я испугалась. Но упала ты в обморок не из-за панической атаки? Нет. Да, вот это очень важно. Люди не падают в обморок от панических атак. То есть, первое. Ты сначала, тебе поплохело. Ну, была причина, да. Ты была беременна? Нет, я потренировалась и мало поела. У меня упал сахар и... Да, у тебя упал сахар, упало давление, и ты упала в обморок. Да. Окей. И дальше что произошло? Приехала скорая, померила сахар, объяснила. Ну, я как-то забылась, как будто я забыла, что я не ела. И... Выпила горячий чай с сахаром? С сахаром. Все стало хорошо. Я даже это сахар вижу. Так. А, и... И я помню мои мысли, что я испугалась, что я одна, ну, что я не живу там с мамой, с папой, что я, может быть, ну, не успею им позвонить. Ну, то есть, такой был страх. Стоп. Скажи мне, пожалуйста, почему ты сейчас вспомнила вдруг о том, что ты... Почему ты тогда вспомнила о том, что ты одна не живешь с мамой, с папой? Кажется, тебя это сейчас будоражит. Ну, у меня просто откликается. Я... Ну, сейчас это не проблема для меня, но тогда я просто сейчас вспоминаю, как я тогда переживала за это. А что было за переживание тогда за это? Ну, я уехала в другой город. Я поступила в институт, я приняла решение, что я хочу, как бы, все изменить. И родители сказали, хочешь, давай, уезжай. Я переехала, я начала жить сама, я начала работать, учиться, зарабатывать деньги, жить отдельно. И мне показалось на тот момент, и, возможно, так оно и было, что у нас такая связь с родителями, она очень разорвалась, то есть они не тревожились за меня, они спрашивали, они всегда были уверены, что у меня все хорошо. А мне, может быть, не хватало каких-то элементарных вопросов, как мои дела, чтобы они чуть больше за меня волновались, мне хотелось. Так. Да, я ждала, пока приедет врач, пока приезжали врачи, делали какие-то свои манипуляции, я не понимала все это время, что со мной происходит. И только слышала, как бы, белый шум в ушах, как бьется сердце, и я это, как бы, ассоциировала с тем, что это, ну, что, может быть, вот так вот смерть будет выглядеть. И тогда я очень сильно испугалась. Ты испугалась до паники или просто испугалась? Ну, наверное, до паники. А потом, как эти приступы, повторялись или нет? Повторялись, но до определенного момента очень редко. До какого? А потом, прям вообще. Потом я закончила институт, я начала совсем самостоятельно жить. Я переехала на квартиру, начала работать, и я себя загоняла в такие, я думала, вот, я должна работать, работать, чтобы жить. Если я там перестану, то я потеряю здесь, я потеряю там, я должна буду поехать обратно к маме. И мне вот это все говорило, что нужно работать, нужно стараться, нужно быть успешной, нужно делать это, нужно вставать, идти. Я не могу сказать, что я прям жуткий перфекционист, я даю себе поблажки очень много. Но, тем не менее, я боялась быть, наверное, какой-то отруганной на работе. Кем? Директором, что я что-то делаю не так. Мне было важно, чтобы я делала правильно. Чтобы что? Потому что я боялась, ну, может быть, было денег на тот момент недостаточно. Я боялась, что потеряю работу, потеряю квартиру, потеряю квартиру, поеду к маме в Подмосковье, будет опять тяжело переезжать, заново вот это решение, дорога. И вот тогда был самый такой активный рассвет вегетатики, из-за которого я нашла вас и пришла на СССР. Хорошо. Это было когда? Полтора года назад? Это было где-то даже меньше. Сейчас тяжело. Сейчас как будто это стерлось так в памяти. Вот я не могу точно время выделить. Хорошо. Сейчас я здесь понял и вижу картинку. А скажи мне дальше, что происходило? Ты меня нашла? Ты перестала пугаться? Дальше что? Ну, я поняла, чего я сильно боюсь на работе. Чего? И мне не нравилось, что я работаю, у меня есть план. Мне всегда надо было сделать план, сделать план. А не сделаешь план там. Ну, тебя, конечно, может они уволят, но скажут, вот она там работает, у нас такой не результативный работник, там план особо не укладывается обычно. И я приняла решение, что я просто не хочу работать в такой работе, где я должна быть в постоянной гонке. И сказала, что я ухожу. И тебе полегчало? Мне, да, полегчало, потому что я приняла решение. Угу. У меня был такой. Дальше что ты делала? Ты меня нашла потом или сначала меня нашла? Это вот как раз было, когда я уже была с вами, так сказать. Хорошо. Я приняла это решение. Но я не ушла в итоге. А, ты не ушла? Да. Потому что... Ты решение приняла, но не ушла. Что за решение такое? Я приняла для себя решение, была готова. Но мои главные руководители, они мне откровенно спросили, что тебе как бы не нравится, почему ты хочешь уйти. И я как будто с вами там разговаривала, я настолько откровенно сказала, что он меня не устраивает. И они сказали, вот все, что тебя не устраивает, ты больше это делать не будешь. Ты будешь делать только то, что тебе нравится. Ты будешь делать только то, что тебе нравится. Так. И ты согласилась остаться? Я согласилась остаться, да, в таких условиях. Ну там с повышением должности. Как тебе самой от того, что ты осталась сегодня, 22 мая? Вот сегодня хреново. Почему? Так было хорошо. Не знаю, потому что, опять же, вот я задаю себе вопрос, ну что мне не нравится? Они все сделали, как я хочу. Все, чего я просила, все, как мне нравилось работать, они все сделали так. Я могу прийти на работу, чуть ли не когда мне вздумается. Я могу вообще полдня ничего не делать. И я знаю, что меня никто не наругает. И все равно я сижу и иногда я думаю, как будто… И я даже люблю эту работу, мне правда нравится, чем компания занимается. И вот я думаю… Что ты думаешь о себе, когда ты сидишь в офисе? Я думаю, что кажется, я ничего не делаю. Вот так. Кажется, я слишком в вольных рамках. Хочешь работать, хочешь не работать, тебе все равно заплатят деньги. Что ты об этом думаешь? Предположим, огромное количество людей были бы счастливы быть на твоем месте. Хочешь работать, хочешь не работать, тебя заплатят деньги. Согласись, миллионы россиян кайфовали бы. Я боюсь, что в один момент ко мне подойдут и скажут, кажется, ты ничего не делаешь. По-моему, ты просто так тут сидишь. То есть получается, ты сама обвиняешь себя в том, в каких-то условиях? Да, мне кажется, что я слишком мало делаю для того, сколько я срабатываю. То есть получается, что ты сама создаешь свою тревогу, осуждая саму себя, потому что ты говоришь, я должна делать по-другому, я должна работать интенсивно, я должна как лошадь умирать с утра до вечера, тогда я типа нормальная. Да, и более того, я сама вот так себе, я все это понимаю и сама себе это говорю, что я не должна себя винить, я сама так хотела, я делаю то, чего я просила. Стой, у меня к тебе одна фраза. Я сейчас скажу одно слово, а ты мне говоришь свою первую ассоциацию, что у тебя изнутри пойдет. Хорошо. Я должна заслужить. Доверие. Еще. С чем ассоциируется у тебя эта фраза «я должна заслужить доверие»? Я должна заслужить. Заслужить слово. Я должна заслужить какое-то уважение, чтобы никто не усомнился в том, что я бесполезный тут человек, чтобы ни у кого не появилась мысль подойти и сказать мне, кажется, ты не делаешь никакой работы, по-моему, ты здесь не нужна. Смотри, два слова «заслужить» и «бесполезное». Если мы сейчас вернемся в твое детство, два слова «заслужить» и «бесполезное» с чем ассоциируется? Папой. Конкретней. Ну, у меня такой достаточно безучастный отец, но я его не веню, потому что он сам, наверное, в этом не видовать, то есть он просто не умеет как бы по-другому. А как у маленькой древочки «заслужить» и «бесполезное» ассоциируется с детством? Вспомни себя, стой, вспомни сейчас себя лет в одиннадцать, помнишь? Именно фраза «заслужить» и «бесполезное» с чем у тебя сейчас ассоциируется, Лен? Ну, я все время хотела пойти на какую-то секцию, пойти там, играть на пианино, пойти туда, пойти сюда, и я даже брала на себя больше, чем, ну, чем обычно дети могут справиться. Что тебе это давало? Я хотела хотя бы где-нибудь быть победителем. Ты хотела заслужить и не быть бесполезной? Ты хотела доказать что-то? Ну, тогда я, конечно, так не думала. А что бы могла эта маленькая девочка заслуживать этими секциями перед отцом? Ну, я, наверное, завидовала, что у других родители могут, там, с ними на соревнования поехать, там, и на танцы, и повести костюмы, и поддерживать, а у меня я все сама, там, если я хотела где-то выступать, я сама брала, ехала, везла. Я хотела там на соревнования, я садилась, ехала на соревнования, то есть у меня не было такого, чтобы... Что сейчас вспомнилось? Ну, вот как я вместе сама, вместе с этими... То, с чем ты сегодня обратилась, ты сейчас чувствуешь. У тебя не менялась основная конструкция, мы сейчас к этому пришли. Слушай меня внимательнее. Что сейчас происходит внутри? Все молчат в чате. Ну, достаточно, конечно. Но ничего, как бы, не изменишь. Я могу только со своими мыслями работать, и я недавно маме сказала, «Мам, почему ты меня не хвалишь?» Верно. Смотри, что ты сейчас мне говоришь. Ты мне говоришь следующее. Ты говоришь, «Леш, я привыкла с детства все сама заслуживать. Я привыкла заслуживать похвалу, что я полезная, нужная, любимая. И привыкла заслуживать это действиями. Я привыкла заслуживать это секциями. Привыкла сама все делать. Затем я повзрослела и переехала в другой город, чтобы показать родителям, какая я молодец. Мне было очень сложно. Но я на своих волевых выехал в хорошую компанию. Я работала и выполняла план, чтобы быть хорошей, и чтобы заслужить любовь и уважение. Я заслуживала профессиональное уважение. И меня попросили остаться. Хоть мне уже было очень тяжело, потому что я устала от этой гонки. Я устала всю жизнь заслуживать любовь сама. Но меня уговорили остаться. Я встретила Алексея. И он объяснил, что паниковать не стоит, бояться не стоит. Но основную конструкцию я не поменяла. Я не поменяла конструкцию, что я должна заслуживать и доказать, что я не бесполезная. Сегодня я прихожу в свой офис, и я считаю себя той самой бесполезной девочкой, которая ничего не делает, чтобы ее любили. Которая ничего не делает. Я привыкла заслуживать любовь. Я привыкла работать так, чтобы заслуживать. Я прихожу сегодня и боюсь, что ко мне подойдут. И скажут, ты не заслуживаешь любви, ты бесполезная, мы за что тебе платим. Я недавно сказала, мам, почему ты меня не хвалишь? Она говорит, разве я тебя не хвалю? Я говорю, да, ты мне никогда не хвалишь, что я молодец. Я даже там, не знаю, когда я первый раз получила, допустим, больше 150 тысяч, мне казалось, что я такая молодец. Что ты заслужила, тебе хотелось позвонить и сказать, что... Ну, конечно, да, что... Ну, чтобы мама оценила, что я, ну, как бы делаю свое дело и что я молодец, что я стараюсь, что я там не села на ее шею, там, на папину, что я там не повела себя, как своя сестра, что я сделала что-то больше, чем другие. И она меня не похвалила, то есть она сказала, ну, что она не понимает, за что мне платят такие деньги, вот так вот. И я понимаю, что, ну, она такой человек, как бы с ней, ну, вряд ли она когда-нибудь изменится уже. Леночка, Лена. 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 Да. Лена. 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 понимая, за что вам там платят такие деньги, что ты там такого особого делаешь, она говорит это с позиции просто женщины, которая никогда не понимала, что происходит внутри тебя, она говорит это просто с позиции женщины, выросшей в советском союзе, которые не очень понимают рыночную экономику и так далее, она не говорит это с позиции тебя нельзя любить или с позиции, что ты не заслуживаешь. Она говорит это просто с позиции советского гражданина. А ты ее слова воспринимаешь, и все папиные и мамины действия всю жизнь воспринимала, как доказательство и заслуживание. Ты их слова и их обратную связь воспринимаешь как заслужила или нет. А на самом деле их обратная связь это просто мнение советских граждан, а не приговор тебе нормальный это или нет. Просто твое детство выстроилось таким образом, что ты настолько сильно нуждаешься в том, что называется поглаживание в моральном смысле. То есть если бы ты встретила мужчину, который тебе бы говорил о том, какая ты молодец, потому что ты выполнила план, о том, какая ты молодец, ты бы очень сильно в него втюрилась и постоянно бы рассказывала, какая ты молодец. А он бы говорил тебе, да, ты молодец. Но есть одна... Я так говорю, и он так и отвечает. Я знаю. Но, не удивляйся. Но есть много ахиллесовых пят. Как только этот мужчина перестанет тебя хвалить и перестанет говорить, что ты молодец, ты будешь обижаться на него бессознательно, и это приведет к конфликтам. Второе. Твоя проблема должна быть устранена путем изменения основной тактики и стратегии. Неплохо зарабатывать 150 чистыми. неплохо говорить о том, что, блин, слушайте, ребят, мне так хотелось бы, чтобы вы мне сказали, что я молодец. и сказал, что когда он Я тебе звоню, чтобы сказать, что я молодец, я осознанно это делаю, я сейчас прошу этого. То есть ты это делала из бессознательной части, из части внутренней, неосознанной, и это и есть невроз. А когда ты это осознаешь и понимаешь, что ты просишь от людей, ты говоришь, я сейчас буду звонить маме и хвастаться. Я сейчас буду звонить своему мужику и хвастаться, и просить, чтобы они сказали, какая я молодец. И ты сама себе задаешь ироничный вопрос, ты говоришь, Ленок, тебе это надо вообще или нет? Зачем тебе это надо? Вторая часть твоя отвечает, тебе это надо для того, чтобы они тебе сказали, что они тебя любят. Ты отвечаешь, и что это, разве докажет что-то? Конечно, это докажет, что тебя можно любить. Серьезно? Да то что? Что ты думаешь об этом диалоге? Я знаю, что они меня любят, даже если они меня не хвалят. Просто они не привыкли так свои чувства проявлять. Потому что дело не в них, зайка. Я знаю, да, я прекрасно это понимаю. Подожди, дело в твоей потребности. Ты сейчас плачешь от жалости к себе, а не потому, что тебя там берегами по заднице хлещают. Ты плачешь сейчас от жалости к себе, и это твоя штука, и это твоя потребность. Это ты хочешь, чтобы они тебе сказали, что ты молодец за 150, что ты молодец за это. Это ты приходишь в офис и говоришь, я бесполезный аквайр, за что меня любить. И это ты интерпретируешь, что ты привыкла заслуживать любовь. Это не они какие-то странные. Это ты постоянно к себе занимаешься самоедством и самокритикой. Ты говоришь, помнишь, ты мне сказала несколько минут назад, когда начинались твои панические атаки. Я тебе сейчас прям могу сказать, почему они у тебя начались. Ты не могла допустить, что ты вернешься домой с неудачей. Конечно. Из-за этого ты испытала астеническое невротическое расстройство. Ты настолько сильно вдарилась в работу, что ты не могла допустить, что ты придешь со своими чемоданами, со своими трусами домой, скажешь, здравствуй, мама, я вернулась. Для тебя это будет пик доказательства бесполезности и незаслуженности. Для тебя это был такой ад, что ты херачила и выполняла этот план, даже который было нереально выполнить. Ты его выполняла, чтобы только домой не вернуться. Чтобы не сказать, что я вернулась, потому что для тебя это было бы доказательство проигрыша. Вот твой невроз. Он у тебя никуда не делся. У тебя этот стержень остался. Просто он чуть-чуть у тебя преломился без паники. Но от этого стержень остался. Этот стержень доказывает и заслуживает свою значимость. Я вижу, как это можно убрать. Только ты должна меня услышать и действовать. Ты должна юморить над своей потребностью в доказательстве и научиться объяснять самой себе, что вся твоя невротическая сущность – это доказать, что ты молодец. А я хочу, чтобы ты сама себе это объяснила. Что я испытала паники, потому что я не могла разрешить вернуться себе домой с чемодана. Я сейчас чувствую себя херово и тревожно. Казалось бы, якобы все хорошо. Хрена с два зайка, все хорошо. Ты приходишь на работу, и ты продолжаешь этот стержень нести. Ты говоришь, я не заслуживаю похвалы. У тебя внутренняя обезьяна постоянно долбит со словами «работай, блядь, сука, работай». Ты должна доказать, что ты нормальный, ты должна маме звонить и говорить, что ты молодец, ты это молодец, ты это молодец. Тебе говорят, не надо ничего делать, просто бумажку перекладывай отсюда сюда. Получишь получать свои 150. Ты говоришь, а я что, за это разе буду хорошая? Нет, я за это хорошее не буду. Вот если вы меня ебашить будете с утра до вечера, я позвоню маме и скажу, «Мама, меня херачат с утра до вечера, но я заработала 200». Ой, доченька, какая ты молодец. А, все, я молодец. Вот это для тебя – да. Вывод какой? Что тебе надо поменять своими словами? Что ты сейчас думаешь? Что я должна по-другому относиться? На самом деле, я думаю немножко другое. Можно я скажу? Давай, конечно. Вот этот вот диалог, как я боялась там вернуться. Просто вот я его давно уже догнала. Я давно вот это все объяснила. И такой разбор был у вас на кейсах. И все вот это я уже проговорила. У меня так откликнулось. Я вообще там час плакала. И я вот это все уже с собой прошла. И почему такая вот херня продолжается, я не понимаю. Если я, ну, как отличница, я вот это все уже подработала. Ты сидишь, ты не проработала. Ты сидишь на работе и ничего, я что? Печуешь. Печуешь. Вот ответ на твой вопрос. Ты мне пишешь заявки. У меня есть напряжение, когда якобы все хорошо. Проблема в том, что ты все хорошо оцениваешь по принципу бесполезности, через старые призмы. Объясни сейчас мне, вот прям мне, вслух, как ты можешь относиться к работе, где ты не сильно напряжена в данный момент времени. У тебя два варианта, Леночка. Либо ты начнешь относиться к этому по-другому, либо ты пойдешь на работу, где тебя будут херачить с утра до вечера. Что ты выбираешь? Относиться к этому по-другому. Тогда объясни мне на рациональном уровне, как к этому можно относиться рационально и бездоказательно. Если я не устаю, там, как из последнего года не работаю, это не значит, что я плохо работаю. Это значит, что я делаю то, что я должна здесь делать, то, ради чего меня оставили. И даже если меня придут и наругают сейчас, что кажется, я зря здесь сижу, я спрошу, ну, а чем мне еще делать? Если что вы сказали, то я и делаю. Скажите, делай другое. А ты боишься, что тебя придут, а наругают, что ты недостаточно хорошая? Тогда, да. Ты можешь подойти к своему начальнику и сказать, здравствуйте, дядя Игорь. Я считаю, что я не заслуживаю эту зарплату, загрузите меня работы. Так пойдет? Пойдет, но я вернусь к тому, от чего я ушла, как замкнутый круг. Значит, у тебя у этой палки будет два конца. Либо ты будешь как сумасшедшая в невростыне и биться, доказывая. Либо ты будешь в другой части, ты будешь комфортно существовать, а там ты себя будешь свинить. Что ничего не делаю. Найди середину. Найди середину. Нужно перестать себя гнобить за то, что мне дозволено то, что мне дозволено. И это не означает, что я какая-то... Найди середину. Середину между тем, чтобы не пахать, как и... С одной стороны, ты упахиваешься, чтобы заслужить полезность. А с другой стороны, себя обвиняешь, когда ты ничего не делаешь, хотя тебе за это платят. Найди середину. Работать так, чтобы не упахиваться и так, чтобы не бездействовать на середине. Почти. Я добавлю более полно. Иногда ты можешь отдохнуть и позволить себе быть менее загруженным. И ты себя за это не будешь винить. Объясни, почему? Потому что, если я дала себя отдохнуть, это не означает, что я что-то сделала не так. Все люди должны отдыхать. Но с другой стороны, ты понимаешь биологическую потребность в том, что это должна быть какой-то интенсивный. Тебе от этого кайфово. И ты иногда нажимаешь педаль газа, чтобы сделать что-то интересное. Но в то же время ты не перешь то. Не вкладываешь в это что? Не перегибать, чтобы не уйти опять в это. И как только ты нажимаешь на газ по проекту или по какому-то делу, ты это делаешь хорошо. Чувствуешь, немножко утомилась. Раз, ушла в другую сторону. То есть ты никогда не сможешь нажать на педаль тормоза в ноль. Тебе там будет плохо. И ты никогда не сможешь нажать на педаль в пол. Тебе там будет плохо. Ты должна у меня научиться следующим и запоминай на всю жизнь. Ты не сможешь без нажатия педали, потому что ты такой человек. Так сражилась твоя психика. Я не смогу это исправить и никто не сможет. Ты должна будешь учиться нажимать педаль, потому что ты за это будешь свою самооценку питать. Ты будешь говорить, у меня вот это получилось, у меня вот это получилось, я вот здесь молодец. И это твоя сущность. И ты станешь успешным менеджером. И все это доказывает, согласись. Но проблема твоя в том, что ты должна уметь отпускать эту педаль и уметь отдыхать. Со словами «я имею право отдохнуть, и я за это себя винить не буду». Поняла, что такое баланс? Да, это моя самая главная проблема. Мне кажется, что если я сейчас возьму отдых, то я начинаю крутить себя в голове, а что я не доделала, а что это, а что там осталось. Ты поняла, над чем стратегически мы работаем? Да, конечно. Чтобы вот на этой середине держаться. Вот запиши это и на поведенческом уровне очерти вот те проекты, на которые ты можешь надавить, но в то же время возьми за правило потом уйти в некоторое успокоение без вины. Тогда ты найдешь баланс. В успокоении без вины ты будешь отдыхать. Когда нажала на педаль, ты будешь заслуживать себе внутреннюю самооценку, но без перебарщивания. И вот эта вот история в рамках 30-70 и есть в твоем здоровье, Зайка, поняла? Да. Что ты сейчас чувствуешь и думаешь? Ну, я просто хочу для себя выделить, ну, понять, почему я раньше об этом и обо всем думала, но у меня не получалось ничего. Надо научиться это на поведенческом уровне и осознать. Поняла, куда движемся? Да. Спасибо за участие. Мы можем это опубликовать? Да, конечно. Спасибо. Спасибо вам. Успехов. Ребятки-котятки, ну что же, спасибо вам всем большое за сегодняшний урок. Еще раз напоминаю, если вы хотите продолжить, у нас есть еще варианты в том, что мы завтра продолжаем. Две тысячи рублей стоят участие еще в четырех таких программах. Всего лишь две тысячи рублей. Вот вам ссылка. Пожалуйста, пользуйтесь. У кого нету возможности оплатить через К ссылки, там на сайте Антон для вас сделал подробную инструкцию со Сбербанками, подробную инструкцию с PayPal. У вас ровно сутки, чтобы принять решение. Как вам сегодняшние кейсы? Я действительно постарался очень глубоко вникнуть в историю людей. Я хочу, чтобы вы поняли разницу между информированием о панических атаках и информированием. Спасибо. Очень клево. Вы поняли разницу? Спасибо. Я рад, что вам так зашло. Вот как выглядит именно диалог. Один из видов, один из примеров, и то это эпизод диалога. Вы увидели то, как я работаю, то, как я разбираю людей. Спасибо вам огромное. Увидимся с вами на кейсах дальше. Поднимите руки, кто пойдет на 10 сезон. Поставьте плюсики, пожалуйста. Кому хочется вот это все научиться и вот дальше двигаться. Супер. Пожалуйста, не затягивайте, чтобы не переплачивать 6 тысяч рублей. Получите за 4 тысячи рублей. Давайте сэкономим двушку. Если уж вы хотите 6 тысяч потратить и вам не влом, то уж тогда приходите на кейсы, еще 4 урока, а потом еще на сезоны. Зачем переплачивать? Спасибо вам большое. Ну, давайте прощаться. Спасибо. Пойду отдохнуть чуть-чуть. Спасибо вам огромное. До свидания. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok